Здрасте, я рад вас всех сегодня видеть. Очень приятно, что вы сегодня пришли на бесплатный вебинар. Давайте мы быстренько поставим плюсики, те, кто меня видит и те, кто меня слышит. Елена Балдатова, Солдатова, здрасте, Солдатова, добрый вечер всем, здрасте. Вебинар начался, попробуйте обновить страницу, если вам не видно и не слышно. Давайте быстренько ставить плюсики, кто здесь присутствует. Александр, всем добрый вечер, всем добрый вечер. Наталья Латышева, здрасте, Анастасия, 82, здрасте, Ирина Казанцева, здрасте, всем добрый вечер. Юлия Новикова-Сверидова, здравствуйте, здрасте, Андрей Андреевич Кыргызстан, здрасте, Нина Станевич, здрасте. Лариса Попова, здрасте, Андрей Андреевич, София Евгеньев, все участники вебинара, спасибо. Добрый вечер, учитель, здрасте. Анна Савко, здрасте. Все, у кого не показывает, обновите страницу. Женя Москва, добрый вечер. Здравствуйте, Женя. Всем привет из Казахстана. Здравствуйте, Казахстан. Добрый вечер, здравствуйте. Всем добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Казахстан. У нас, судя по тому, как быстро переходят приветствия, и вы ставите плюсики, они очень быстро съезжают вниз страниц, говорит о том, что у нас сегодня присутствует большое количество человек. Сегодня я хотел бы начать свой вебинар и начало вебинара посвятить шумам, вопросам и ответам, которые возникли в ходе слушания шумов. Давайте еще раз вам скажу то, о чем я говорил на прошлом вебинаре. На прошлом вебинаре я говорил о том, что у человека должно быть определенное количество психической энергии. Это очень важное условие для человека, так как, когда мы начинаем эзотерически работать, то мы, как правило, используем нашу психическую энергию. Давайте я еще раз повторю, что же это такое. Психическая энергия – это не энергия чувств и энергия ума. Также это не является энергией нашего живота или то, что происходит в нашем животе. Психическая энергия называется энергия, которую мы получаем в случае, если мы от чего-то испытываем состояние удовольствия. Эта энергия, которую почувствовать невозможно, эту энергию даже складировать невозможно. А если складировать, то то, как это необходимо делать, я расскажу на обновленной седьмой ступени, которая будет проходить осенью. Я расскажу, в какие места и как необходимо складировать психическую энергию, чтобы она накапливалась. Я еще раз вам хочу сказать, невозможно почувствовать энергию, которую мы испытываем в виде энергии, которая возникает у нас в виде удовольствия. То есть вы испытываете удовольствие, это и есть та энергия, которая накапливается в вас. И ее больше накопится, если у вас есть ваджарный котел, сформированное правильное сознание. Также у вас есть котлы, то есть вы прошли все ступени школы. Вот тогда эта энергия будет в вас жить, и она будет работать. Именно эту энергию мы и расходуем в тот момент, когда мы начинаем энергетически работать с другими людьми. Очень интересный разговор произошел недавно с одними из близких мне людей. В этом разговоре я начал говорить человеку близкому о том, что психическая энергия, она связана с тем, как мы испытываем состояние удовольствия. Чем больше удовольствия и радости мы испытываем, тем больше у нас психической энергии становится. И в случае, если мы начинаем расходовать ее на лечение какого-либо человека, то после этого у нас появляется, в случае, если мы не умеем ее накапливать, состояние депрессии, неудобства, состояние агрессии, состояние тяжелейших внутренних эмоций, которые могут у нас проявляться. Так есть люди, которые начинают читать мантры или выполнять эзотерические практики, и у них появляются нервные состояния, депрессивные состояния, даже некоторые панические атаки или какие-либо тяжелейшие состояния внутренние, вплоть до заболеваний. Это целиком связано с тем, что когда человек работает энергетически, а работа с мантрами – это тоже энергетическая работа, то когда человек работает с такими мантрами, он тоже тратит свою психическую энергию. И по идее, казалось бы, почитал мантру и должно быть лучше, но не тут-то было. Если вы читаете мантру, которая связана с деньгами, то она может создавать процесс, при котором у вас появляется тоска, внутреннее состояние расстройства, внутреннее состояние депрессии. И те внутренние части, или те внутренние эмоции, или те внутренние качества, которые мы недоработали, они могут в нас в этот момент, в нашей жизни проявляться. Если у вас есть качество внутренней гордыни, и после этого вы работаете с психической энергией, и её отдаёте, то эта гордость в дальнейшем может чрезвычайно зашкаливать. Также, если вы просто обижаетесь на ребёнка своего, и незаметно для вас это было, то после того, когда вы начнёте работать с психической энергией, то расходовав её, вы можете на ребёнка обижаться сильнее. Таким образом, вот эта энергия, она является ключевой для человека. Естественно, сейчас вы начали слушать мантры, которые начали приобретать у меня в виде шумов ситхи-саунд. И естественно, у вас, когда вы начали слушать, начали появляться нехорошие состояния. Что это за нехорошие состояния? Вы представляете, когда вы начинаете чувствовать ситхи-саунд звуки, то в вашем энергетическом теле начинает формироваться элемент отдачи психической энергии. Таким образом, вы можете во время прослушивания шума почувствовать состояние панических атак, состояние внутреннего съёживания, состояние нервное или состояние даже болезненное. И это всё может происходить после прослушивания данных мантр. Не стоит этого бояться, но нужно определённо начать накапливать состояние, начать накапливать энергию психическую. Для психической энергии очень важно, чтобы то, что видят глаза, ест рот, слышат уши, чтобы вот это всё приносило состояние радости и счастья. Потому что психическая энергия накапливается напрямую, исходя из внешних раздражителей. Смотрите, если я рассматриваю картину, и картина мне нравится, я накапливаю психическую энергию через глаза. Если мне нравится музыка, я накапливаю психическую энергию через уши. Если мне нравится вкус еды, она не безвкусна, то я накапливаю психическую энергию через то, что принимает мой язык. Если я ещё и обнимаю кого-то и губами прикасаюсь, то таким образом тоже накапливается психическая энергия. Так мы и накапливаем психическую энергию, и, как правило, это делаем через свою голову. Почему? Не напрасно Бог создал человека так, что именно на голове находятся у него уши, нос, губы. Это не напрасное состояние, которое позволяет трансформировать психическую энергию и накапливать её. Именно таким образом у человека появляется психическая энергия, которую он может использовать. Естественно, сейчас написала Галина Кузнецова. Добрый вечер. Как восстанавливаться после общения с большим количеством людей? Чувство опустошённости, а людям хорошо. Их прям прёт. Ну вот снова вопрос точно такой же. Давайте ещё раз я скажу. Опустошение — это значит израсходованная психическая энергия. Таким образом, если психическую энергию человек израсходовал, то восстановить он может её, только испытывая состояние удовольствия. И состояние удовольствия можно испытывать только в том случае, если у человека есть элемент восхищения. Таким образом, есть ключевые элементы накопления психической энергии. В этих элементах присутствует понятие «принятие». Вот смотрите, как это устроено. Когда человек начинает анализировать или обижаться, то это процесс его проявленного эгоизма. В случае, если он пытается не обращать внимания на это, и его всё равно цепляет, то это внутренние состояния, которые тоже расходуют психическую энергию. Я обычно говорю так, если вас что-то очень сильно раздражает, отвлекайтесь от этого. Тогда вы не потратите свою психическую энергию. Человек является элементом или трансформатором накопления психической энергии плюс или позитивной психической энергии, которую он может принимать. Либо он может накапливать свою психическую энергию, которую он трансформирует из психической энергии удовольствия, ставит на этой психической энергии клеймо эгоизма и проявляет в окружающий мир в виде расходования этой энергии негатива. Таким образом, если вы воспитываете кого-то, то вы отдаёте психическую энергию, трансформируя её в нужный или для вас необходимый потенциал. Таким образом, чем больше вы отдаёте психическую энергию, она при этом всегда одна и та же. Эта психическая энергия, она всегда одна и та же. Вы её берёте, а внутреннее ваше тело, оно её трансформирует. Так мы восхищаемся внешним миром, даже чем-то плохим, то это всё равно психическая энергия. Она не плохая и не хорошая, она психическая. Допустим, человек стоит перед вами описанный и вы говорите, вот молодец, ничего себе ты описался, я ещё такого не видел. Таким образом, вы трансформировали эту энергию путём восхищения. А вы можете воспитывать человека. То есть вы говорите, вот стал здесь, созвонялся, сколько ты можешь вонять, вечно расходятся здесь, лимита понаезжала, вонючая ходит, грязный. Куда смотрят твои родители? В этот момент вы обучаете человека, фактически тратите свою психическую энергию. Таким образом, у вас всегда есть путь. Это путь, который называется, ну ничего и так бывает, когда я говорю, надо же, какой идиот. Ну ничего и так бывает. Почему? Я восхищаюсь идиотизмом этого человека. Таким образом, но я ни при чём. Помните, я это говорил. Почему? Потому что я обучаю человека отвлекаться и обучаю человека накапливать психическую энергию. Для чего она вам нужна? Ребята, не слушайте никого в интернете, тех людей, которые вам будут говорить, что если будешь очень концентрировано думать, то после этого у тебя исполнится желание. Наша психическая энергия есть сутью или есть той энергии, которая должна создать это желание. Если вы её не накапливаете, не умеете это делать, то у вас будут за счёт того, что вы будете ставить программы, появляться депрессивные состояния. Могу вам сказать, что если посмотреть каких-либо новых нуворишей, или старых нуворишей, наверное, которые читают сейчас лекции, которые посвящены работе «создай специальный звук», читают там какие-то слова, простукивание, которое исполнит твоё желание, или ещё что-либо. И эти люди очень часто недоговаривают, что является той энергией, которая должна создать этот образ в жизни, который должен прийти в виде нового дома, любимого человека, там какого-то физического здоровья. Где эта энергия, которая создаёт и которую потребуется потратить на то, чтобы это произошло? И вот вам ответ. Это психическая энергия, которую вы потратите. А что получите взамен? Если вы не умеете испытывать от жизни состояние удовольствия, то после того, когда вы будете тратить эту энергию в виде таких программ, естественным вашим состоянием будут постоянные депрессии. Таким образом, не занимайтесь эзотерикой, если вы совершенно не умеете это делать. Не ставьте никаких программ, потому что они не исполнятся, испортят вашу судьбу, характер, вы станете нервным человеком. И у вас будут вновь и вновь проявляться нервные состояния и так далее. У меня есть один мой знакомый, который в своё время вместе со мной ездил в горы Тибета. И когда мы пришли к очень знаменитому монаху, этот монах сказал, «Сейчас я открою ворота кала-чакры, и после этого эта кала-чакра создаст для вас желание, и ваше желание обязательно исполнится». И после этого он сказал мне, «Хочешь, я сделаю так, чтобы твоё желание исполнилось?» Глядя на него, я понял, что я не хочу. Объясню вам почему. Он выглядел очень несчастным человеком. Таким образом, я не посчитал, что этот человек, который выглядел таким несчастным, может дать мне счастье. А мой друг, которого звали Валера, захотел это сделать и говорит, «Дуйко, давай, сейчас он как там ширы-быры-мыры, и после этого приедем, у нас желание исполнится». Я говорю, «Я не хочу, мне не нужно, мне всё в жизни устраивает, я чувствую себя хорошо, у меня в жизни, в общем-то, ничего такого плохого нет, но если тебе нужно, пожалуйста, это делай». Когда мы прилетели уже на территорию Украины, прошло какое-то время, и пришла его подруга. Она просила за то, чтобы её друг Валера начал как-то себя лучше чувствовать. Я говорю, «А что с ним случилось?» И она говорит, «После того, когда он приехал, прошло два месяца, и мы его не узнаём, он не выходит на улицу, у него тяжелейшие затяжные депрессии, у него бессонница, он не может ничего с собой сделать». Почему это произошло? Дайте себе ответ. Таким образом, монах сделал решение вопроса, использовал психическую энергию данного человека, и не понимая, что эта психическая энергия у него не накапливается. Таким образом, замен израсходованной психической энергии на воспроизведение какой-то задачи, или какой-то счастья, какого-то минуты, наверное, счастья, этот человек потратил то, что накапливал в течение своей жизни, накапливал те маленькие секунды удовольствия, которые он по чуть-чуть получал, и после этого опустошил себя в течение одной минуты, и после этого его жизнь обретает состояние серости. То есть его не радует ничего. Знаете, существует ряд таких людей, которые длительное время занимаются эзотерикой, после этого на них смотришь, и такое ощущение, как будто в середине этого человека не ум, а пустота и холод. Потому что это люди, которые почему-то куда-то расходуют свою психическую энергию. Естественно, эффективность эзотерических методов, эффективность эзотерических практик целиком связана с эффективной отдачей эффективной психической энергии и набора эффективной психической энергии. Таким образом, если вы умудряетесь эффективно набирать психическую энергию, то вы можете громко реагировать на то, как ваш ребенок там улыбается или кричит. То есть я это делаю так, где моя Маруся, где моя Маруся, и после этого говорю, вот она моя Маруся. Таким образом я умудряюсь подбросить свою психическую энергию для того, чтобы ее накопить. Ребенок видит, как я реагирую, как я накапливаю психическую энергию, и сама учится. Таким образом между мной и ей происходит элемент воспитания набора психической энергии. Ты заметил? А скажи, вместе с подъемом психической энергии у ребенка растет ум? Конечно, здесь особенность, она заключается в том, что чем больше человек накапливает психической энергии, тем чувственнее, эмоциональнее и умнее человек становится. Вы представляете, это такая особенность. Можно ли предсказать человеку его будущую судьбу? Сделать это очень несложно. Если ребенок угрюмый, если ребенок не улыбается, если ребенок никаким образом не реагирует на внешний мир, если ребенок без конца в плохом настроении, что его может ждать? Его может ждать то, что жизнь будет к нему неблагосклонна. То есть один человек, ему нужно будет сделать один шаг и все получить, а второму человеку нужно будет делать шаги вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, пока у него это не получится. Люди, которые меня знают очень давно, вот сегодня приезжал мой друг, который сказал, мне очень нравишься, потому что вот, чтобы ты не сделал, не махнул рукой, у тебя все время все получается. Там даже плюнул, ляпнул, крем наболтал, у тебя получилось. При этом ты этого не умеешь делать. Там невероятные какие-то моменты делаешь, после этого это все получается. Ну вот как получается, он ошибается. Я не могу прикручивать розетки. Тем не менее, я могу сказать, что чем бы я в жизни своей не занимался, у нас в Киеве начался дождь, чем бы я в жизни своей не занимался, я вам говорю это серьезно, стоит только захотеть, это мгновенно со мной происходит. Мне сегодня нужно было отдать. Человек внезапно позвонил и говорит, мне нужны срочно деньги, у меня этих денег не было, после этого я зашел в офис, мне эти деньги отдали, я их отдал. Почему? Вопросы не возникают, потому что все, что мне необходимо, мне дается мгновенно, в зависимости от того, насколько я этого хочу. Таким образом, это, даже можете не поверить, это материализуется само по себе. Почему? Потому что я умудряюсь накапливать постоянно психическую энергию. Естественно, люди хотят к дуйко. Почему? Дуйко ручки положил и после этого не болит. Давайте спросим кого-нибудь. Света, сколько раз я прикладывал ручки и тебе помогало? Хоть раз не помогало? Вот, сидит человек, который может сказать, сколько прикладывал, столько помогал. А это все зависит от психической энергии. Один человек ее только расходует, а другой расходует и накапливает. Естественно, ребята, пусть это будет для вас ключевым элементом. Сейчас, когда вы начинаете слушать подряд все шумы, вы должны знать, что вы шумы слушаете, и у вас определенно будут появляться деньги. И они будут у вас появляться в большом количестве, если вы будете умудряться после прослушивания шумов сосредотачиваться на накоплении психической энергии. Если вы будете просто слушать шумы, то энергия психическая вместе с их прослушиванием расходится. И после этого вы будете, слушая или снимая наушники, испытывать состояние страдания, состояние депрессивности, состояние головной боли. Когда нужно отменять слушание шумов? Нужно отменять слушание шумов, если у вас в момент слушания происходит ощущение депрессии, головной боли. Это говорит о том, что вам это не нужно. Если головная боль, то этот шум не стоит слушать. Ряд шумов, которые у нас есть, их там 300 штук, вот где-то 150 или 180 шумов я совершенно не могу слушать. Как только я их включаю, у меня сразу же появляется головная боль. Вопрос, почему? Она у меня появляется, потому что это в моей жизни уже наработано, и мне больше дорабатывать некуда. Получается, зачем нарабатывать дополнительно то, что у тебя работает хорошо? Я не могу слушать шумы ясновидения, развития телепатии, не могу слушать шумы, которые связаны с паранормальными способностями, не могу слушать шумы, которые связаны с убиением врагов и так далее. Почему? Уже все наработано тысячу раз, понимаете, все враги умерли. Это, наверное, надеюсь, шутка. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Купила шум привлечения клиентов. За час все окупилось. Только вот почему нет описания? А ну-ка, давайте сейчас послушаем. Итак, шум привлечения клиентов. Какое описание еще? Я не могу понять. Шум привлечения клиентов. Разве для него нужно, вам нужно расписать, если включить данный шум, то тогда данный шум будет привлекать клиентов. Так написано же, шум привлечения клиентов. Что еще можно добавить? То есть, если стакан розовый, какое ему нужно описание? Вот смотрите, я сейчас продал крем одному своему знакомому и написал, данный крем увлажняет кожу. Он говорит, ну что он делает? Я говорю, что читать не умеешь? Он увлажняет кожу. Он говорит, а что еще он делает? Я говорю, кожу увлажняет. Он говорит, а это описание? Я говорю, там написано, крем увлажняет кожу. Мажешь? А он говорит, ну так, а где мажешь? Везде. Он везде увлажняет кожу. Почему? Это крем, который увлажняет кожу. А как это? Побрызгай на тело воду. По три. У тебя есть ощущение увлажнения? Да, он делает так же. Он говорит, ну почему же тогда нет описания? Понятно. Потому что это и есть описание. Крем увлажняет кожу. Конец. Ему не нужно другое описание. А если омолаживающий? Мажешь и омолаживаешься. Как конкретно? Вот здесь надо описание. Уже морщины разглаживаются. Это вертикальный вверх, горизонтальный влево и вправо и так далее. То есть уже особенное описание. А на глаза мазать нельзя. И там в уши нельзя запихивать. Вот это я понимаю уже. Меры предосторожности. Не ешь. И так далее. Ну естественно, какое описание нужно. Ну вот смотрите, сверху описание есть. Там написано денежные. И там дальше целый ряд денежных. Как их использовать? А если полная задница, можно использовать друг за другом. Слушаешь первые две минуты, отдыхаешь. Слушаешь вторые две минуты, выключаешь и чувствуешь. Нет ли депрессии? Если депрессия есть, больше не слушай. Если депрессии нет, слушай третий. И так можно все семь. Почему? У них у каждого разное действие. Какое? Один шум — это деньги мгновенно. Другой шум таким богатым будет, что все люди будут завидовать. Третий шум — это привлечение таких богов, которые вас на руках поднимут и дадут вам прикосновение к самым богатым людям, которые живут на земле. И так работает каждый шум. Один быстрее деньги, другой менее быстрее деньги. Но они будут 100%. Почему? Потому что одно и то же действие у всех шумов, которые должны принести в жизнь деньги, и это действие привлечения в жизнь денег. Естественно, если вы слушаете, у вас депрессии нет, то тогда слушайте подряд. А что, если вы на ночь включаете шумы и слушаете на ночь? Утром просыпаетесь. Если плохое настроение, то тогда у вас передозировка. Тогда нужно ждать момента, когда оно будет хорошее, тогда передозировки не будет. Скажите, пожалуйста, звук гармонизации энергококона «Восторг» — как он тоже отбирает психическую энергию? Нет-нет, это как раз тот звук, который даёт ощущение колоссального счастья. И он не отбирает психическую энергию, восторг создаёт восторг. Это как раз обучающий звук, который я практически каждому рекомендую слушать. Есть такие звуки, которые набирают, из-за которых не происходит разрушение психической энергии. Там есть ещё звук накопления психической энергии. А скажите, нравятся вам вообще звуки? Скажите, это необычно. Есть такие звуки, которые похожи на наковальню. Там для сердца звук — это как будто сердцебиение какое-то. Очень необычно. А скажите, отличаются звуки, которые мы слушаем в наушниках, от звуков, которые мы слушаем напрямую в виде вот такого шума, который идёт с магнитофона? Я вам скажу так. Шумы необходимо слушать так, чтобы это шло через наушники. Андрей Андреевич купил мантру от экзорцизма «Подселение шизофрении» для брата. У него и неделю идут панические атаки и страхи, у него болит голова. Посоветуйте, что делать, слушай, дальше или нет. Смотрите, сначала у человека идёт шизофрения, большое количество галлюцинаций. Потом, когда мы начинаем лечить шизофрению, то человек падает на самом деле в состояние депрессии. Потому что именно сначала было наверняка давление. Помните, я когда-то семинар проводил, я говорил, сначала появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, потом затяжные депрессии, бессонницы, а потом сильнейшие галлюцинации. Психиатры делят это всё, а на самом деле это суть одного заболевания. Это одно заболевание, оно так развивалось. Сначала было маниакально-депрессивное, потом депрессивное с паническими атаками, а потом перешло в галлюцинации, и галлюцинации начали поглощать сознание. Так вот, когда вы даёте ему от шизофрении шумы, то они приведут его к депрессии. Я вас поздравляю, это отлично. Почему? Можно сказать, Андрей Андреевич не отлично, он страдает. Отлично, у него сейчас будет появляться нормальное состояние. Потому что депрессия сменится осознанием себя, у него не будет вот этих улётов в шизофрению больше. Не будет галлюцинации, он будет полноценным. Будут у него присутствовать панические атаки. Что вам нужно? Если у вас от шизофрении шум вызвал у человека панические атаки и депрессию, то тогда вам нужно купить шум от депрессии и включать ему от депрессии. Получается, вы его достали уже за счёт этого шума. У нас есть ребята, есть даже женщина такая с Кировоградской области. Она написала мне, что я слушала, у неё диализ 22 или 23 года. У неё нет вообще диуреза, то есть мочи испускания не происходит. Оно закончилось навсегда. И она каждую неделю получает три раза диализ. То есть она ездит, ей делают забор крови, делают диализ. И так уже много лет. У неё полная атрофия обоих почек, у неё сложнейшие заболевания. Не оперировали, они засохли. Слушая шумы для почек, она говорит, я не могу ничего понять. Я утром просыпаюсь, у меня мокрое одеяло. Ничего не могу понять. И говорит, я поняла сегодня, когда днём зашла в комнату. И зашла от шока, от того, что у меня в комнате написано. Она говорит, я думала, это коты. А потом вспомнила, что я котов отправила куда-то в деревню. Чтобы они там жили где-то у мамы и так далее. Я понял, что это ночью писею. У неё ночью включаются почки, когда она слушает шумы от почечной недостаточности, которые есть. И они её заставляют формироваться. Мочой она уходит. Она говорит, такого быть не может. Как не может быть, если это есть? Видите? То есть я уверен, что если она будет это слушать долго, то есть такой вариант. Наверняка, раз она так реагирует, есть такой вариант, что её тело вылечится. Нина Цебан. Здравствуйте. По какой ссылке можно купить шумы? Вам нужно прямо сейчас подняться вверх. И здесь, где вы видите сейчас видеотрансляцию, прямо внизу написано «Адио шумы Ситхи Саунд». И с правой стороны слушать здесь, нажать play и после этого выбрать для себя нужные шумы и их слушать. Андрей Андрей, скажите, пожалуйста, цена на шумы в долларах, а можно оплатить в российских рублях по курсу? У нас там автопей. И автопей там есть система оплаты в российских рублях. Всё в порядке. Оно автоматом конвертирует. Андрей Андрей, что надо слушать от аллергии? Там есть шум от аллергии. Читаем, Ирина Васильевна. У меня звук ладжа ладра, звук очень приятный, как будто кузнечики стрекочут. Действительно, звук отличается даже звук в наушниках, ноутбуке от звука в наушниках на айпаде. На айпаде более яркий звук. Ну, да. Единственное, очень хотелось бы знать, как он работает. Деньги сразу или бог на ручках понесёт? Или и одно, и второе, и третье. И деньги сразу и бог на ручках принесёт? И начнут появляться нужные мысли, и начнут исчезать ненужные люди, которые мешают зарабатывать и так далее, и так далее. Вы на самом деле недооцениваете то, что я сделал для человечества через эти шумы. На самом деле человечеству необходимо было бы работать долго и нудно. Вы представляете, я сделаю шумы, которые будут целиком шум 30-часового прохождения первой ступени, которые можно будет слушать в течение двух минут, представляете? Или там второй, третий, четвёртой, пятой, шестой или седьмой. И можно будет впихнуть в себя всю ступень, слушая это при помощи шумов. Или семинары ясновидения в виде каких-то картинок и в виде определённых вот таких звуков. Представляете, людям некогда заниматься эзотерикой и некогда себя трансформировать. А я могу сделать так, чтобы трансформация произошла. Всё же должно изменяться. Когда-то говорил, что Леонардо да Винчи по фамилии Дуйко живёт на четвёртом этаже. Андрей Андреевич, есть шумы по защите и по долгам. Насколько штука, названию непонятно, какой нужен шум. Если у вас долги, там есть шум отдача долгов. По защите. Не защищайтесь. Если вам надо отдача долгов, то тогда вам нужен шум отдачи долгов. Если за вами уже кто-то, кто-то вас преследует и хочет нападать, вот тогда нужна защита. В целом защита не нужна никому. Как можно оплатить ваши продукты? Я живу в Израиле. Оплатить с помощью Ликпэй не получается. Свяжитесь со службой поддержки Евгением Дуйко. Он вам обязательно поможет. Вы его можете прямо сейчас здесь найти. Андрей Андреевич, можно ли в один день слушать шум шабри для денег и читать мантру Манибхадры? Да, можно, пожалуйста, можете. Кстати, была приятно удивлена. Шум стоил 20 долларов, а купила за 10 долларов. Отлично. Андрей Андреевич, у меня заболела голова после всех заболеваний. Может болеть, значит не нужно слушать. Значит я здорово, да. А сегодня утром после послушивания 5 часов спала. Спасибо огромное. Конечно. У нас есть шум такой. Этот шум называется у нас для сна. Он проверенно работает. Причем слушаешь один раз, а спишь потом месяцами не можешь проснуться. Он действительно настолько интересно работает. Я один раз его слушал, потом не мог с собой справляться. Засыпал каждые 20 минут. Начальник медицинского военного госпиталя, взяточник, говорит, что деньги тебе не давали. Деньги нужно положить в букет цветов, в коробку конфет-пакет с едой. Что сказать, возвращал их обратно туда ходить. Что вы пишете? Кто вы вообще? Я что-то не могу понять, Руслан. Что вы пишете мне? О чем? Здравствуйте, Женя. Забань этого человека. Зачем он здесь нужен? Слушайте, я вам скажу так. Так, человек, у которого есть неудобства к жизни, да, и у него есть претензии. Это человек, который накапливает обратную психическую энергию. То есть он ее пытается расходовать. Смотрите, вы ее будете расходовать, и после этого у вас не будет части в жизни. Вместо того, чтобы кого-либо воспитать, начните с себя. Серьезно. Кто сказал, что у меня никогда не было денег? Я всю жизнь был богатым человеком. О чем вы говорите? Я с 18 лет научился работать. Уже в 13 лет я ходил с сапкой и цапал 2 гектара. И с мамой своей садил чеснок, садил лук. Этот лук там пересеивал. Вы даже не представляете таких людей, которые такие трудолюбивые, как я, их еще нужно поискать. Я работаю 24 часа в сутки. Сначала это было физически, потом это было душевно, а теперь психически. И так происходит всю мою жизнь. Я понимаю, что человек, который ничего не хочет делать и постоянно ищет повод для того, чтобы объяснить себе, почему я неудачник, старается обвинить в этом окружающих людей. И при этом быть еще и очень жестоким к себе, понимаете? А мне некогда. Мне некогда даже злиться, почему я все время чем-то занят. У меня постоянно есть чем заниматься. А если нечем заниматься, я придумываю, чем не заниматься, понимаете? Если одно не получается, то я другое делаю. Если другое не получается, то я третье делаю. Понимаете? Вот очень интересное письмо было. Одна женщина написала. Надо же, такой взрослый человек, а большое количество людей обманываешь, продаешь им какие-то ситхи, саунды и так далее. Я хотел ей задать вопрос, но после этого я это тоже принимаю. Почему? Если человек в этом уверен, разве я могу каким-то образом его, каким-то образом разуверить? Но я с этим человеком вести войну не буду. Почему? У меня есть принцип жизни. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Почему? Я так и сказал. Каждый зарабатывает, насколько ему позволяет совесть. Пусть каждый останется при своем мнении. Мне-то все равно. Но я знаю, что я никуда не убегаю. Я нахожусь на одном месте, постоянно общаюсь с людьми. И вы знаете, у меня есть уже первые ласточки или первые люди, которые пишут мне хорошие письма. Эти люди мне пишут о том, что деньги начали появляться, а мы только неделю продаем эти шумы. А давайте сегодня напишем, есть ли у нас такие люди, у которых есть изменения на фоне прослушивания шумов, которые вы начали приобретать и слушать. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, когда начало слушать шумы в начале области, горло чувствовало болезненное ощущение и странный привкус. Это особенность такая. Шумы работают с нашими энергетическими центрами. Пятой чакрой, шестой чакрой, с энергетическим коконом. Могут быть фантомные ощущения, как будто вокруг головы что-то летает, в середине головы что-то переворачивается. Могут быть спазмы в середине живота, даже могут быть цыпи, вы представляете, все это возможно. Не обращайте внимания, просто лечитесь этим и все. Если человек не верит, можно ему включить шум, когда он спит. Конечно. Я вам скажу так, у нас там есть шумы от алкоголизма, есть шумы там какие-то от экзорцизма. Включайте просто, пусть оно шумит, возможно даже тихо это работает, потому что любые шумы работают на расстоянии от наушника или даже на расстоянии от дисплея, который создает этот шум, на расстоянии двух метров. Энергетически появляется мощнейшая воронка. Даже в случае, если вы в наушниках слушаете, рядом с вами можно посадить пять человек на расстоянии двух метров. И получается эти пять человек будут создавать такое же завихрение в десяти метрах в диаметре. Таким образом, если у вас в квартире шумы, а здесь еще есть фишка такая, забыла не сказать. Если у вас квартира энергетически грязная и вы слушаете шумы, то энергия негатива, которая у вас есть в помещении негативно заряженном, она тоже раскручивается. Поэтому могут быть всплески нервных состояний. Вот, чистить квартиру нужно. Женя Махметова. Андрей Андреевич, есть шумы от заболеваний легких? Да. Андрей Андреевич, шум может вернуть страсть в отношении вернуть любого человека? Да. Нормализовалось давление в течение десяти минут. Разве это не победа? Понимаете, если у человека гипертония и у него нормализуется давление, разве только это не заслуживало того, чтобы я это сделал? Андрей Андреевич, подскажите, ладжа ладра – это шум джа ладжара или это другой шум? Смотрите, ладжа ладжра – это она же джа ладжала и она же манипхадра. Понятно? Это одно и то же. Вот манипхадра мантра, манипхадра куру манипхар, цуру цуру манипхадра, туру манипхар, туру туру манипхадра – это она же джа ладжара, она же ладжара ладра. Андрей Андреевич начал слушать шум причиня клиентов. Сегодня один человек прислал на карту десять тысяч, который был должен, а другая клиентка просто так в качестве благодарности прислала тоже десять тысяч. А тут говорят, что дуйко сволочь, понимаете, мне надо Нобелевскую премию вручать. Шум от головной боли, головная боль прошла практически сразу по деньгам, пока результата нет. Все будет, все будет, понимаете, накапливайте психическую энергию, только не нервную, которая должна из вас выплескиваться. Вот послушайте, если человек гипотетически ненавидит кого-то, и в этот момент он бы ее, эту энергию, вот в какую-то радость бы перенес, и после этого выстрелил бы этой энергией, то у него мгновенно бы проявилось что-то в жизни. Вот нету Мерседеса, очень сильно хочется. Он ходит и говорит, скотина, у него Мерседеса нету, Паша ворует. Слышишь, ты воруешь, хватит уже воровать, скотина, лучше бы отдал. И после этого, если бы он так не думал, говорю, о, какой молодец, у него Мерседес, а, скоро у меня Мерседес будет, у него мгновенно был бы Мерседес. Понимаете, да, в чем особенность? Это люди такие, они просто хотят, чтобы им постоянно кто-то что-то давал, и они обязательно всех пытаются обвинить в том, какие они несчастные. Ты виноват в том, что ты всю жизнь работаешь. Ребята, я работаю всю жизнь, я учился хорошо, потому что я работал в школе. Научился играть на 10 музыкальных инструментах, потому что я хотел это, и занимался, и учился, и мне это нравилось. Научился показывать фокусы, я умею жонглировать с тремя яблочками. В свое время достиг там мастерства и стал очень большим человеком, потому что занимался и пауэрлифтингом, и боксом, и тайзицуанем, и цигуном, юньюан цигуном, джуньюан цигуном, тайзицуанем. После этого я занимался по мантыкчеа, по сиюминтану, я знаю и занимался год файнлундафа, я понимаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое асаны, я знаю йог, наверное, штук 500, и по каждой из них я умудрялся заниматься. Я дышал по ребёфингу по 18 часов за один раз. Я могу дышать сейчас, чтобы вы понимали, с утра до ночи и не падаю без сознания. И ввести меня в это состояние нереально. Почему? Ничего не действует. Почему? Прошло, сама масть прошла. Понимаете, это вы начнёте дышать, начнёте падать. Кто-нибудь со мной подышите на морском курсе, вы поймёте, о чём я говорю. Почему? Уже не вставляет, понимаете? То есть хоть быстро, хоть медленно, мне как покурить, знаете. Через час могу дышать и точно так же это делать. Я умудряюсь восстанавливаться после тяжелейших энергетических ударов. Я знаю, как брать в кольцо людей тысячу человек, 10 тысяч человек и даже 100 тысяч человек. Я могу делать так, чтобы и со всех стянуть такое большое количество негативной энергии и отдать такую большую психическую энергию, что у людей с завтрашнего дня может начаться рост и процветание всей семьи, благословление и наркоманы бросят принимать и так далее. Но я этого не сделаю никогда. Вопрос, почему? Я умный, а это говорит о том, я добрый для того, чтобы это сделать бесплатно, но я умный для того, чтобы это не делать. Почему? Почему я должен делать? Разве меня кто-то просил это делать? Почему? Ну Бог же не случайно даёт испытание человеку, он же должен каким-то образом сделать какой-то вывод из этого, понимаете? И после этого Дуйко такой умный, он научился и влез. Ещё и сделал это бесплатно. Скажите, по жопе дадут? Дадут. Конечно, конечно. Это же всё обмен жизнями. Вы зарабатываете деньги, тратите на это жизнь. Таким образом, когда вы отдаёте деньги, то вы фактически делитесь со мной той жизнью, которую я потратил на то, чтобы эти знания у меня появились. Сразу же такой вопрос создаётся. Андрей Андреевич, зачем вы тогда проводите данный семинар и делаете это бесплатно? А кто вам сказал, что это бесплатно? Достоевский когда-то сказал, что в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Так и есть. Вот что хотите со мной делайте? Я не верю, что человек может делать что-то даром. Не верю. Я не верю. Да, он может даром своим детям, даром своей семье, даром своим родителям, даром тем людям, которых он любит, даром для своей семьи. Так я готов это делать даром для своей семьи. Моей семьёй называется народ Кайлас. То есть я это делаю даром для народа Кайлас. А для тех, которые не даром приходят, им нужно там покупать семинары и делать это не даром. Понимаете? Я делаю это осознанно. Почему? У каждого своя миссия. От алкоголизма шум какая цена? Давайте ещё расскажу. Итак, здесь вот сверху есть ссылочка, называется «Аудио шумы Ситхи Саунд». Слушать здесь. Нажимаете туда и ищите «Шум от алкоголизма». Они стоят 10 долларов. Там есть от алкоголизма даже? От пьянства. От пьянства называется. Сегодня приобрела денежные шумы, слушала всё подряд, по три раза. Очень довольна. Уже вернула деньги, которые взяла с маминой пенсии. Ура! Андрей Андреевич, шумы по здоровью, для денег, для оснознания. Можно слушать по порядку. Да, очень хорошо, если в этот момент откинуться, закрыть глаза и постараться заснуть. Вообще шумы там есть такие, которые создают просто невероятные состояния психические. Прямо аж погружайся и так хорошо, приятно в теле. Там есть ряд таких шумов, которые гармонизируют внутреннее состояние. Ну вот невероятно приятные. Есть шумы восторга, знаете, там есть очень хорошие. Дело в том, что шумы нужно было записывать мной, чтобы иметь ещё и вот такое состояние. Поэтому я для того, чтобы записать шумы, готовился долго. То есть я обязательно ходил кушать. После этого старался не принимать людей. После этого старался быть отдохнувшим. Если это шумы, которые были связаны там с экзорцизмом, брал специальные предметы, там какие-то пурбы и так далее. То есть я пытался максимально создать условия, при которых будет передаваться ещё и моя внутренняя энергия. Как читались шумы? Каждый шум читался 108 раз. Каждая мантра. Посчитайте, 300 мантр по 108 раз. А там есть вот такие. Там каждый день записывали. И тот человек, который записывал, говорил, хватит, я уже не могу. Потому что мы уходили, и я 3 или 4 часа подряд записывал эти шумы. И так каждый день на протяжении месяца. После этого ещё и делали это всё. И что-то получалось, что-то не получалось. Потому что одни шумы проявлялись, другие не проявлялись. Но то, что получилось, конечно, где-то даже немножечко восхищает. Где-то даже шахирует. Очень приятные, очень интересные. Очень яркие элементы. Почему? Я старался не только передавать шумы. Я пытался передавать во время шумов ещё и вибрации, которые мне были необходимы, так как я умею это делать. После этих записей, этих шумов, я вам скажу так. Состояния были нехорошие. Почему? Потому что истощение было. Потому что я пытался в каждую мантру вложить ту вибрацию, которая необходима для того, чтобы у человека это происходило. Может ли успешный человек научить успеху? А любимый любви? А любящий тому, как любить? А здоровый тому, как быть здоровым? А человек, у которого почки хорошо работают, может заставить эти почки работать? Ну да. А мозги? Может мозги? Ну да. Вы представляете, тогда кто должен был это записать? Вот и записал, видите. Люблю свою жену, обожаю своих детей. Человек успешный бизнес получается. Ну разве я не должен был это для вас сделать? Вот, видите, мы и получили. Андрей Андреевич, у ребенка 7 лет, лифобластный лейкоз. Какие шумы необходимо приобрести? Тибетцы говорят о том, что в случае, если есть лейкоз, то это проблема крови. Они говорят, заболевание печени создает заболевание крови, заболевание крови создает заболевание костей и костного мозга, заболевание костного мозга – это и есть ваше заболевание. Нужно найти заболевание, которые, вернее, шумы, которые будут лечить печень, кровь и костные ткани. Там все есть. Вам надо лечить одновременно кости, костные ткани и кровь, и печень. Таким образом, вот эти нужны вам шумы. Можно ли ребенку помочь? Просто уверен в этом. Просто уверен, потому что одна минута слушания шумов – это один миллион повторений мной мантры, представляете, как это много. То есть мы в обыкновенной жизни не можем это сделать. Есть еще мантры Шанкара-тантры, они просто там спрятаны. А это вообще мантры, они очень большие, имеющие просто невероятную мощь. Они настолько мощные, я их даже людям не даю, для того, чтобы они себе не навредили. Слушая шум привлечения клиентов, появился кашель и боль в горле. Что это? Просто аллергена, пух или чистится вишутхи? Да. Количество клиентов пока не увеличилось, но стали давать большие чаевые. Огромное вам спасибо за вашу работу. Конечно, вы выкашливаете, наверное, неуверенность в том, что вы можете получать эти деньги. То есть если это в груди, то тогда родители, наверное, переживали по поводу того, что с кем-то рассчитывались. Андрей Андреевич, если долги по кредитам, какой лучше шум отдать, долги или привлечение денег? И тот, и тот. Если вам нужно что-то отдавать, и этот шум на отдачу, слушайте его утром. Если вам нужно что-то привлекать, то слушайте или старайтесь слушать вечером. Ночью мы вообще натягиваем все. Поэтому если вы ночью мечтаете, знайте, то, о чем вы мечтаете ночью с закрытыми глазами, никогда в вашей жизни не произойдет. Поэтому если вы ложитесь и мечтаете о мужчине, знайте, вы никогда с ним жить не будете, конец. Если вы ночью мечтаете о том, что вы выйдете замуж, знайте, замуж не выйдете. Если вы мечтаете, что у вас будут деньги, забудьте. Почему? Мечтайте лучше о том, как вас будут убивать, и после этого вас никогда не убьют. Или мечтайте с закрытыми глазами, как вас будут резать за долги, уничтожать. Тогда это с вами никогда не произойдет. Почему? Я это объясняю на обновленной третьей ступени, где я даю понятие, что такое астральная энергия, ментальные нити и эфирные поля. Андрей Андреевич, можно слушать шум для денег и долгов? Ответил. Человек не хочет кодироваться. Перенес инсульт, все равно пьет. Ночью можно включать тихую, чтобы она не знала? Да, бросит так пить, бросит. Только пусть она слушает. Они как бы оживают, говорят, ничего себе, вот это я такое вот делала. Зачем это со мной происходит? Настоящая эзотерика – это та энергия, которая работает незаметно. Я свою эзотерику делаю так, что никто не замечает. Почему? Но я делаю это как трансформатор, стабильно, постоянно и везде, понимаете? И мне это нравится, потому что я знаю, как это работает. Эни бы не раба, все помирились. Эни бы не жаба, все уже чувствуют друг друга. Эни бы не пух, после этого начинают жить, вот как подходит. Кому? Ну мне. Вы представляете, почему? Ну если я умею это делать, почему бы и нет? После этого я вижу, что человека дергает, он не в себе. Я говорю, вот что-то я там переборщил с этим. Нужно что-то не то делать. Главное, никому не говори, что ты это делаешь. Мне вообще, когда спрашивают, это ты сделал? Я говорю, нет. Но мы знаем это ты. Я говорю, меня заставили, это не я. Андрей Андреевич, хочу купить шум, чтобы продать дом. У нас есть шум для того, чтобы продать дом. А? Есть приобрести. Если вы мне напишите ваши запросы, то специально для этого я запишу определенные шумы. То есть похудеть, напишу. Дальше продать дом, напишу. Что вы еще хотите? Пишите мне, специально для вас будут выходить новые шумы. Я же не возражаю. Я все это могу сделать. Вы представляете? Чтобы враги все сдохли, собаки и подлюки. Могу, могу, да. Только отвечать будете вы за это потом. Андрей Андреевич, какие шумы для очистки кожи и коллоидных рубцов? Коллоидные рубцы, это нужно для костей, а очистки кожи, это скорее всего для крови. Там есть очищение крови, улучшение иммунной деятельности и улучшение качества кожи. Там такие шумы есть. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У вас будут шумы, чтобы бросить курить? Буду, да. Как называется шума от алкоголизма? Бросить пьянствовать, как-то он называется. От пьянства, от пьянства. Он такой очень некрасивый, тарахтящий. Красивый? Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как называется шум от курения? Вы понимаете, я просто не знаю. Потому что там есть ошибки, там написано слово «ветилиго» через все буквы «Е». «Ветилиго», там лечение «ветилиго». Дело в том, что я записывал, после этого другой человек это сжимал, после этого третий человек это выставлял в интернет, после этого четвертый человек формировал плеер, давал название. Этому всему у нас произошли элементы искажения. То есть человек должен был написать «ветилиго», написал «ветилиго». Понимаете? И вот эти ошибки, их проконтролировать невозможно. Ну что же сделать? Человеческий фактор, причем он связанный с тем, что мы уже не живем в Советском Союзе и образованием людей никто не занимается, к сожалению. Естественно, сейчас очень уже нормально писать с ошибками, никто не парится в этом отношении, что раньше бы вызвало, наверное, нервные состояния, сейчас вызывает улыбку просто. Я уже понимаю, что человек имеет в виду, когда он просто ставит улыбку, я понимаю, что он говорит «спасибо». Раньше бы я не понял, кто это улыбается, знаете. Сейчас пять улыбок, пять «спасибо». Вот, если рожки, значит, сам дурак. Андрей Андреевич, дочке пять лет, пугливая. Какой шум может помочь? У нас там есть шум, он называется «шум от испуга». Можно ли при покупке почитать описание шумов? Да, там написано «для денег шабри», «для денег дзамбалы», «для денег ладжра ладжра». Вот, а с чем мне отписание? Пишите «мантра ладжра ладжра» в интернете и читайте, что она обозначает. Подскажите шум для поджелудочной. Есть шум, так и называется, лечение поджелудочной железы. Андрей Андреевич, как называется шум для накопления психической энергии? Называется шум для накопления психической энергии. Он так и называется. Можно ли его описание? Слушая шум будет накапливаться, психическая энергия, то есть в глазах будет ощущение. У нас есть такая практика, там мысленно целуешь каждый орган. После этой практики ощущение подъема и радости. Так вот, после слушания такого шума накопления психической энергии происходит такой же эффект, как будто до этого час выполнял практику улыбки. То есть вот такое вот внутреннее состояние такое. Можно ли разные шумы слушать подряд? Можно беспрерывно слушать. Один, после этого другой. Главное ощущать, нет ли у вас как бы такого яркого ощущения нехорошего. Почему я создал шум накопления психической энергии? Если вы работаете профессионально, то вы можете делать так. Вы включили в уши шум лечения панкреатита. После этого посадили рядом с собой человека. Взяли этого человека за руки. Через лечение своей поджелудочной, тратя свою психическую энергию, вы лечите этого человека. После этого вам плохо, человеку хорошо. Включаете шум накопления психической энергии и делаете себе хорошо. Вот и все. Просто слушай целый день, являешься, ну и становись трансформатором некого рода. Какой шум нужно слушать для того, чтобы сделать себе и ребенку защиту от отца ребенка, который занимается черной магией, регулярно делает порчу? Дело в том, что подтвердить такую порчу нужно реально. Каким образом это нужно сделать? Нужно взять шесть спичек и большое ведро. Ну, лучше к ванной подойти. И после этого поднять руки вверх и произнести имя человека, имя того человека, кому он делает порчу. Допустим, Петя Иванов делает порчу моей дочке Елене. И после этого вот так зажить шесть спичек и бросить их вот так вот в воду. Если спички перекрестятся, вот если одна на другую упадет, то тогда порчу делает. Если спички упадут и не будут перекрещенными, значит, порчи не делает. А если одна спичка не загорится, хотя бы одна, то это вы ему вредите. А если все не загорятся, тогда вас за то, что вы ему вредите, накажут. Такое дело. Андрей Андреевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, слушаю шумы по очереди, но перед сном слушаю шум от бессонницы. Голова, как чугунная, сплю плохо, не высыпают. Стоит отказаться. Ни в коем случае. Обязательно слушайте шумы для бессонницы или от бессонницы. Спать будете, обещаю просто. Андрей Андреевич, здравствуйте. Не поняла про мантры немного. Утром читать на то, от чего-то избавишься, например, болезни с открытыми глазами, а чтобы была прибыль и исполнить желание вечером с закрытыми глазами. Нет, и вечером с открытыми глазами тоже. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, мама, папа пьют. Им каждому нужно будет отдельно покупать шум? Нет, каждому можете один шум включать, даже когда им не хочется. Дело в том, что здесь особенность. Если играет радио и шумит шум, то тогда шум не будет работать правильно. Если где-то работает телевизор и есть побочный шум, то тогда происходит накладывание информационное нехорошее. Также, если вы слушаете шум через интернет, то постарайтесь все остальные вкладки позакрывать. Это так важно. Нельзя смотреть телевизор, слушать шум. Шум нужно слушать прямо вот в виде медитации. Вы включаете его и слушаете. Старайтесь смотреть куда угодно можно при этом. На точку, в ногтях ковыряться, делать какое-то неважное энергетическое занятие. Я не знаю, есть готовить можно даже в это время. Но вот при этом информационно вы должны быть совершенно аннулированы. То есть, вы не должны смотреть при этом телевизор и слушать шум. Вы не должны слушать побочно еще какие-то звуки. Нельзя визуально смотреть на кухню, как это шоу называется, американская кухня или там какая-то еще кухня. Или там шоу долгоносиков или еще какое-либо шоу и при этом слушать шумы. Нельзя. Потому что вы получается одну информацию наслаиваете на другую и может быть эффект нехороший. Также на ночь, когда ложитесь спать, лучше шумы не слушать. Старайтесь слушать только от бессонницы, если она есть. Остальные на ночь с закрытыми глазами лучше не слушать. Игорь, как можно купить шумы, если есть ссылка на продажник? Нажимаете ссылку на продажник и покупаете шумы. Пожалуйста, скажите, как можно оплатить наличными из Питера? Свяжитесь с Евгением Дуйконча, составит свой e-mail. Жеймой Андрей Андреевич, на карту Приватбанка через терминал можно прислать деньги? Можно. В каком разделе находится шум для накопления психической энергии? Не могу найти. Там, где, наверное, развитие параспособностей. Для улучшения речи четырехлетней девочке есть сумм смышленое предложение и трудно выговорить. Да, есть там шумы такие, называется восстановление психической деятельности. Попробуйте разные. Там есть увеличение ресурса ума. Попробуйте. А сейчас при семинаре можно слушать шум? Нет. Во время семинара не нужно слушать шум. Андрей, добрый вечер. Шум привлечения клиентов слушать в магазине или можно дома. Шум привлечения клиентов можно слушать, включив его тихонько в магазине. Правда, без музыки. Пусть он себе тихонько шумит. Работает проверено на сто процентов. Вот я даже показывал у нас в офисе, как это работает. Говорю, видишь, никого сейчас нету. Оксана говорит, никого нет. Включай шум привлечения клиентов. Включаем, проходит 20 минут. В помещении невозможно находиться столько людей. Я ей машу рукой. Выключай. Она выключает, я их обслужил. Говорю, видишь, никого нет, включай. После этого человек говорит, вообще не думала даже к вам прийти, потому что мне же интересно делать опрос после этого. Человек заходит, я говорю, а вы пришли, вы хотели прийти? Она говорит, да вообще не хотела приходить. Что-то так раз, и думаю, время свободное есть, приду к Андрею Андреевичу. Вот так вот внезапно почему-то что-то произошло. Но внезапно, не внезапно, случайности, не случайности, если они проходят раз за разом, то это закономерность. Андрей Андреевич, можно слушать шумы через слуховой аппарат? Да, можно. Андрей, вы мне обещали выслать шум с последующей оплатой, но так как его и не получила. Валентина, Лос-Анджелес. Валентина, обязательно продублируйте мне, я объясню, почему этого не произошло. дело в том, что очень много писем я получаю и я не могу просто физически это все обрабатывать, мне не хватает и потом почему-то они теряются. Дублируйте, если я вдруг не отвечаю, нужно дублировать, потому что я потом нахожу. Если сейчас посмотреть, то у меня 135 скайп пропущенных вызовов. Вы представляете, это сегодня я в обед поотвечал на письма, уже 135 пропущенных и где-то 125 в Вайбере, а также сейчас вот пока вы сидите, пикает телефон, это приходят сообщения. Они всевозможные эти сообщения, в основном это сообщения, которые обращения какие-либо, знаете, там Андрей Андреевич не могу связаться, пожалуйста, свяжитесь, там и так далее, там болит животик, там или носик или еще что, понимаете? Людей же много, получается обслуживание людей в большом количестве происходит. У нас в нашей школе очень много людей обучается. Скажите, кто хочет сделать добро? Я верю до сих пор, что добро может создать человеку предпосылки для появления счастья. Я могу вам сказать, как это добро вы можете сделать. Сейчас, сейчас, одну секунду. Ага, это я сейчас в Женином ресурсе. Ну ничего, я сейчас справлюсь и с... Эх, закрыл. Итак, сейчас я вам скажу, как можно сделать добро. Скажите, кому понравился мой вебинар, который назывался «Изготовление собственного талисмана». Кому-то понравился? Наверняка есть люди, которым понравился вебинар, который дается бесплатно. Называется «Построение собственного талисмана». Где я рассказываю... Я вообще считаю, это один из самых лучших моих вебинаров, которые я когда-либо проводил. Сейчас я вам хочу... Называется личный талисман. Смотрите, я вам сейчас его скопирую. Копировать. И после этого вам его сейчас сброшу. Вот так. Вам его сейчас сброшу. Он совершенно бесплатный, поэтому можно сказать, что я на этом не зарабатываю совершенно никаких денег. Это талисман, совершенно бесплатный. Семинар совершенно бесплатный. Вот я его отправил. Видите, это ссылка. Хотите отблагодарить меня за что-то. Возьмите данную ссылку и после этого эту ссылку скопируйте и выложите на своей странице ВКонтакте, Одноклассниках или еще где-то. И напишите «Это от меня всем подарок». Не от Дуйко, а можете сказать от себя. И после этого пусть люди качают на здоровье и полностью получают мои вебинары бесплатно. Потому что естественно, где-то на какое-то место у меня все-таки появляется искреннее желание сделать так, чтобы у людей хоть какие-то возможности для изменения жизни происходили. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, какой шум купить у дочки Шишка на миндале неизвестного для щитовидной железы. Шум для щитовидной, а также возьмите шум порчи из глаза. Он тоже убирает вот такие проблемы с железами особенно. Андрей Андреевич, можно носить талисман в кошельке? Конечно, не очень хорошо, но можно. Вопрос по талисману. Он делается один раз или обновляется раз в неделю? Один раз. Один раз. Андрей Андреевич, клиенты приходят и очень много, но иногда нет результата. Каким шумом можно закрепить наплыв клиентов? Получение денег, там вот Джала Джара или Шабри, включайте, что-нибудь вот такое. Андрей Андреевич, раздели здоровья шума для поджелудочной нет. Посмотрела несколько раз, можете добавить этот шум. Напишите мне потом, я вам его скажу, где находится. он есть, он есть точно. Где ссылка? Внимание, ссылка еще раз. Вот она. Поэтому буду очень признателен, если вы выложите данную ссылку на своей странице ВКонтакте или на своей странице, или своим друзьям отправите. Там есть дни рождения, вот поздравьте всех людей, у которых дни рождения, подарите им мой семинар талисманы. Это же плюс в вашу карму, представляете? Они никогда не скажут вам ничего плохого. Людям обычно это нравится, понимаете? Почему? Правда, очень интересные семинары. Они действительно очень интересные. Ссылки нет. Ага, еще раз, внимание, вот ссылка. Теперь я медленно отправил, вот. Андрей Андреевич, каким шумом привлечь человека, который нравится, чтобы он стал оказывать внимание? Там есть очень хороший шум, называется, стать привлекательным среди мужчин для противоположного пола. Ой, как это работает. Это работает прямо так. Слушайте, выходите, они все падают, глядя на вас. Даже если вы очень взрослая женщина, даже если вы уже сто раз не женщина, или не мужчина, или не знаю вообще, что вы. Даже если собаки, а дети после этого собаку все начнут гладить и кормить. Оно так работает. Даже попугай вылетит и пригреет какая-нибудь кошка, понимаете? И не съест. Очень хорошо работает. Причем даже с мертвым. Даже если мертвому одеть, все говорят, боже, какой красивенький лежит, ровненький, выбритый, гладенький. Серьезно, без обмана. Там работает такая мантра, вы не представляете. Это шанкара-тантра, обретение, обретение просто, я не знаю, безумной красоты, которую в тебе видит противоположный пол. Вы знаете, потом они будут воспоминать и будут воспоминать так. Там, мужчина прошелся, и женщины говорят, ты видела этого мужчину? Да. Надо же, он такой широкоплечий, такие у него красивые мышцы. А другая говорит, нет, нет, он такой, как мне нравится, кореглазый, светловолосый, маленький, кратконогий, кривоногий, горбатенький, плешивенький, просто вовремя слушал мантру. Понимаете? И оно очень долго работает. Дело в том, что оно входит потом в сознание, в энергетическом коконе все это воспринимают. Вы представляете, я начал показывать детям фотографию Анжелины Джоли, если они не знали, кто это, они говорили, тебе кто больше нравится? Вот это тетя или Анжелина Джоли? Они говорят, нам Анжелина Джоли не нравится. Почему? Страшненькая она какая-то. После этого, если человек разумный первый раз увидит Анжелину Джоли, он никогда в жизни не поверит, что она красавица. Почему? Так она не красавица, это вот определение мое. То есть это навязанная культура. А почему вдруг она стала такой красивой? Ответ этому заключается в том, что она использовала определенную энергию. Какую? В виде определенной магии. Ребята, есть магазин, который торгует, а есть два, которые не торгуют. Так вот, в тех, которые не торгуют, хорошие продавцы, хорошая реклама, хорошие люди, а тот, который торгует, тетенька постоянно пьяная, хлеб постоянно выпачкан в чем-то, дверь отломанная и воняет, еще из крыши течет, и там постоянно очередь стоит. И что, заходят и покупают, как назло, самое дорогое. И после этого там лучше делают, а здесь еще хуже. И хозяин не приезжает, и хлеб черствый по 10 недель продают, и там ничего не могут понять. Берут эту продавщицу, забирают себе, она у них начинает пьянствовать, туда идет хорошее, у них еще больше продаж. Почему? Он находится в виде директора магазина, что-то знает. Что он знает? Скорее всего, он использует эзотерические методы. Не имеет значения, где ты находишься. Значение вообще не. Конечно, лучше, если ты находишься на передовых флангах, где есть продажи. А если ты находишься у негра, там, где редиска. Но тогда же очень сложно, понимаете, найти выход из ситуации. Тогда эзотерика помогает. У меня было так, когда у меня был магазин, и пришлось конкурировать. Вы представляете, длинный-длинный ряд. И я в этом ряду непонятно где. Вот я утром просыпался, ставил программу, читал для этого магазина мантру. После этого люди говорят, говорит, вот так вот человек заходит, идет по лабиринтам магазина, выходит на твои витрины и покупает. Что ты там делаешь? Я говорю, я там ничего не делаю. Игорь помнит это, да? Я говорю, уже сто раз делал, когда надо было. Едет машина вот так по улице и после этого поворачивает нечаянно и становится прямо возле моего магазина. Человек говорит, Андрей Андреевич, вы когда возьмете этот магазин, знайте, вы там ничего не продадите. Но вам сейчас придется туда выложить такое большое количество денег, вы будете в шоке. Я говорю, ну и хозяин еще вас обязательно обманет. Я говорю, хорошо, а кто хозяин? Турок. Я говорю, турок, все нормально. Турок сам себя обманывает, все в порядке. Я уже с турком знаком. Турок настолько хитрый, что сам себя обманывает. Знаете? То есть хитрил, 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 в итоге сам себя перехитрил, себе в минус, всем все пораздавал. Знаете, турок называется. Не зря в народе говорят, ну ты турок, знаете. И естественно, вот никого не хочу оскорбить этим, естественно, когда открывал этот магазин, магазин открыл, после этого вывеску сделал, после этого мне говорит, вот откройте сегодня, ничего не произойдет. Я в первый день открыл очередь до метро. Человек говорит, как это у тебя получается? Я говорю, никак. Он говорит, научишься? Я говорю, нет. Он говорит, ну как, может ты тут молишься? Я говорю, все, видел, чтобы я молился. А я приехал, купил всем продавцам по бутылке шампанского. Я говорю, девушки, кто первый сейчас продаст, то я там 500 долларов вам подарю. И после этого каждый, кто заходил, они... Я говорю, а кто больше всех сделает, еще 500 долларов. И после этого люди заходили, они пьяные, аж кидались на них. Мотивация правильная, представляете? И после этого в день наторговали столько. Я говорю, у нас только на Новый год такие кассы были, и в первый день открытия. После этого машина едет так быстро, тормозит возле магазина, заезжает, останавливается, заходит. Я сижу и говорю, зачем вы зашли? Он говорит, не знаю. Говорит, так потянуло прямо. Какие мне дифирамбы пели? Женщина говорила, у вас в магазине пахнет, как в церкви. Вторая говорила, у вас так хорошо, как будто дома у мамы. Третья говорила, такой воздух, как в лесу. Капец вообще. Я говорю, что с вами? Почему? Каждый находил для себя ту вибрацию, которая заставляла его делать покупку. А почему? А вы представляете, с левой и с правой стороны за год магазины пооткрывались, которые рядом с моим начали торговать. Итог рассказать. Когда этот магазин продал, уже никто ничего не продавал. И рядом все позакрывалось. Почему? Им надо было мне доплачивать, тогда бы все получалось. Дело в том, что эзотерика управляет миром. Но здесь нужно сказать правильно эзотерика. Правильно управляет, неправильно не управляет. Естественно, кто бы что мне не говорил, я живу так и знаю так, как я делаю. А делаю и у меня получается, это говорит об эффективности. Представляете, можно сто раз мне говорить, Андрей Андреевич, это плохо, это хорошо. Но я обычно говорю, а что ты можешь мне дать в противоположности этого? Ну вот очень интересные дискуссии иногда возникают. Человек говорит, зачем ты людям это говоришь? Это же ничего им не дает. А вот лучше бы они занимались саморазвитием, занимались бы там мотивацией, проходили бы семинары коучинга и так далее. Я говорю, ну вот ты проходил семинары коучинга с тысячу раз, а мотивация у тебя есть нереальная, какой у тебя доход? Он говорит, ну у меня доход там 300 долларов в месяц, там 500 долларов в месяц. А я и коучинга не проходил, и мотивациями не занимаюсь, и у меня во много раз больше. Почему? Потому что правильная эзотерика управляет миром, а неправильная не управляет. А если ты вообще в неэзотерике, то ты вообще в древнем веке. Как динозавр будешь просто. Дело в том, что можно это воспринимать как шутки, не шутки, как какой-то там, ну вот будь что. Вы знаете, это все на глазах просто происходит. Это очень легко проверить. Сейчас находится Игорь, у меня знает уже добрых сколько лет. Ну лет 8, наверное, да? Ну больше, наверное. Ну 6, 6, 5, 6 точно. Еще охраной работал у меня когда-то. Сейчас сидит человек, он когда-то был начальником охраны моих магазинов. Расставлял охранников там и так далее. Сейчас уже прошло время, магазины были большие, их нужно было охранять. Их было много, поэтому приходилось нанимать людей, которые вот этим всем занимались профессионально, чтобы никто ничего не украл и так далее. Ну я сейчас смеюсь, конечно. А потом бизнес еще более вырос, стал более активным, пришлось нанимать охраны в 2 раза больше и так далее. А потом я вдруг нечаянно закрыл. Вот он сейчас сидит здесь, и мы можем спросить, Игорь, ты хоть раз видел меня в моей жизни, чтобы у меня не было денег? А вот сколько бы я не открывал, что бы я не открывал, оно хоть раз было неудачным? Всегда с пропорами все ходили. Понял? Магазин большой открылся, представляете, целый торговый центр. У меня магазин не в лучшем месте. У меня есть столик, он получил, из них в этом магазине, на торте, встал и джипом, им кажется, Боже, а ты так понял, церинь в аренду, да, товар? Да. Боже, ты же друг отстроился, я знаю, какого вентилятора. И торги такие, торги, наверное, поганые, так и место поганые. А там даже охранники стоят, скажут. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Он когда зашел, говорит, я готов, у меня человек, когда покупал магазин, он говорит, я готов его у тебя забрать по дармовой цене. Я говорю, ты что, издеваешься? Ты прийди в течение дня и постой там. Он когда пришел, звонит мне, говорит, все, я пересмотрел, я готов за него заплатить хорошие деньги. Я говорю, ну, конечно, все нормально. Потом обратно не мог отдать. Говорит, давай, я готов его обратно тебе отдать за даром. Я говорю, нет. Почему так происходит? Эзотерика, ребята, вы представляете? Настоящая эзотерика – это какое-то чудо. Это настоящая магия, которая работает мгновенно. Это то, что созидает. Если это использовать, то оно созидает очень быстро, ярко. Ну вот нереально. Залогом успеха всегда является яркое развитие психической энергии. Не получаете удовольствия, не испытываете состояние удовольствия, нет радости в жизни, бесполезно заниматься магией эзотерика. Это ключевой момент, я о нем постоянно говорю. Бесполезно мантры, медитации, все бесполезно. Сначала психическая энергия. Это ставить нужно на первое место. Накопление психической энергии. Обычно первую ступень школы Кайлас я всегда начинаю со слов, что человек рожден для того, чтобы испытать определенные чувства. И эти чувства, они звучат так. Негативные чувства – это страдания, депрессия. А позитивные чувства, какие бы они были, какие бы они не были, они все сводятся к одному только слову. И это слово звучит так – удовольствие. То есть радуешься – удовольствие получаешь. Смеешься – удовольствие получаешь. То есть все, что тебе приносит удовольствие, это является элементом накопления тобой психической энергии. Где она может накапливаться? В животе, в груди, в голове. Что им мешает? В животе неверие, в груди отсутствие чувств, неправильно работающее принятие, в голове отсутствие контура сознания, то, о чем я говорю на пятой ступени. И так не все просто-просто. Естественно, когда человек насмотрелся секрета и думает, что ему корабли начнут приплывать с деньгами, «Хочу вас разочаровать». В дальнейшем появятся не только не корабли, а появится обширная депрессия, которая будет создавать обширные неприятности. Это гарантия жизни. Андрей Андреевич, развивается вторичная катаракта. Есть шум от катаракты. Есть шум от катаракты, можно вылечить катаракту. Очень хочется верить, что эту катаракту можно будет полностью изменить. Если она не созревшая, то можно шумом вылечить наверняка. Андрей Андреевич, если хочу что-то визуализировать, сразу переносите, что-то защемляет, что делать, посоветуйте что-то. Не визуализировать. В нашей школе визуализации не используется. У нас в школе есть последовательность выполнения эзотерических упражнений. Я обычно говорю, сначала имей намерение, это очень важно. После этого переходи к ощущениям, и только после этого визуализация придет сама по себе. Нет смысла визуализировать сразу, так как это расходует психическую энергию и на самом деле погружает человека в состояние омраченности и иллюзии. Таким образом, человек, визуализируя, поглощает психическую энергию и тратит ее на ментальные иллюзорные поля. И в дальнейшем это может привести его к нехорошим состояниям. Не нужно ничего визуализировать. Занимайтесь правильно практиками школы Кайлас. Серьезно, это очень правильно будет. Андрей Андреевич, как Вы относитесь к кундалинирейке? Можно работать этой энергией? Ну, конечно, можно работать. Работайте. Я не считаю этой энергией энергией. Я не считаю энергию кундалинирейки энергией. Но кто я такой для того, чтобы делать такие заявления? Огромное количество людей уже заплатило деньги за кундалинирейки и ею пользуются и так далее. Ну-ну, давайте. Вы понимаете, в том, что Вам внушили, что Вы умеете помогать, Вы внушаете человеку, что Вы ему поможете. В итоге человек от этого умирает, и Вы считаете, что он там что-то сделал неправильно. А на самом деле за то, что он умер, это все ложится на Вас. У меня есть женщина, которая в Одессе открыла целый центр, где она лечила людей при помощи системы рейки. И она говорила, что я избавлю Вас от туберкулеза, заболеваний яичников, заболеваний онкологии. Вы знаете, и так длилось много лет, после чего люди собрались в большом количестве и написали на нее заявление, после чего возбудили уголовное дело по поводу авантюризма и мошенничества. Потому что она брала у них деньги большие, после этого люди умирали от того, что она должна была вылечить, и она, по идее, считала, что они виноваты в этом сами. И когда ей говорили, что вот, человек умер, она говорит, ну, недостаточно, значит, проработал, недостаточно, значит, подключился, недоподключился, и там еще что-то, недолечился и так далее. А на самом деле это было абсолютным обманом, потому что ни одного человека, как оказалось в дальнейшем, она не вылечила, потому что начали собирать людей в виде собрания, и пришло очень много недовольных людей, которые говорили, да ничего она не помогла, и зубы как болели, так и болят, и голова как болела, так и болит, и там прооперировали, там, онкологию и почки, и прооперировали. Я понимаю, когда из 100 человек хотя бы 20 вылечилось, а так один, знаете, один это не показатель. Но денег-то было взято много, ну, может, сам вылечился, знаете, денег-то было взято много. А по 500 долларов заплатили своим работникам? Ребята, я всегда, всегда в своей жизни всегда абсолютно отвечаю за те слова, которые говорю. Игорь, я хоть раз тебя обману. Женя, я вот когда тебя обманул? Света, я когда-либо тебя обманул? Я человек, который правдиво носит имя, которое называется мужчина. Один из ключевых моментов мужчины звучит так. Настоящий мужчина – это тот, кто за свои слова отвечает. Поэтому я гордо ношу свое мужественное имя Андрей, которое в переводе с греческого обозначает мужественный. А быть мужественным человеком – это значит быть правдивым человеком. Поэтому если я обещаю, то я делаю. Если я говорю «заплачу», то после этого я обязательно заплачу, даже если я это говорю в шутку. Понимаете? И после этого очень сложно в этом меня порицать. А там людям деньги нужны были и так далее. Мне было все равно. Я это делал ради своих эгоистических мотиваций. Ужас какой. Здрасте, скажите, пожалуйста, какой можно сделать обряд или практику, чтобы успешно сдать дипломы, госэкзамены? Ксения, не переживайте. У вас все будет хорошо. Вы сдадите. Не нужно вам даже практик делать. Андрей Андреевич, скажите, есть ли ИБС, атеросклероза, кардиосклероз, узлы на щитовидке, кистомостопотека, камни в жертву? Какие с умы слушать? Вот и ищите. Ишемическая болезнь сердца есть шум, артеросклероз есть шум, заболевание сердца есть шум, заболевание щитовидной железы есть шум, заболевание яичника есть шум, заболевание женской груди есть шум, камни в желчном пузыре лечения желчного есть шум. Вы ищите эти шумы, все есть. Есть шумы на омоложение? Есть. Как вы относитесь, а вас когда-нибудь обманут? Конечно, ребята, умного человека можно обмануть один раз, первый и последний. Почему? Умный человек сделает вывод. Вот меня обманывали и не отдавали мне долги. После этого я решил, что никому вдавать в долг больше не буду. Почему? Потому что я умный человек. Почему? Потому что умного можно обмануть. Один раз, первый и последний. Независимый. Почему? Я теперь говорю, когда мне говорят, займи, я говорю, ну зачем мне это? Говорит, ну займи. Я говорю, ну зачем мне это? Меня уже так много раз обманывали, когда я занимал. Ну я же не дурак. Вот скажи, я дурак? Нет. Ну тогда как же я могу занять? Ну я же тебе отдам. Нет. А я обычно говорю, хочешь я тебе займу деньги? Да. Дай мне что-нибудь под залог, превышающий залог, или эти деньги в три раза. И после этого я с удовольствием... Что думаете, я в долг не даю? Даю. Даю в долг там, ну у меня недавно было там, человеку дал в долг под очень дорогое ювелирное украшение. Почему? Потому что я знаю, что этот человек мне не отдаст деньги. Украшение останется. Почему? А я знаю, как работают долги. Деньги, взятые у будущего, не дают возможность этому будущему осуществиться. Конец. Получается, если он из будущего взял деньги, значит он в будущем эти деньги не заработает. И я ему в открытом тексте это сказал. Когда он у меня сидел, я говорю, есть такая идея в эзотерике, там говорится, что деньги, взятые в будущем, в настоящем не зарабатываются. Он говорит, конечно, я это все знаю. Так ты еще хочешь у меня занять в долг? Да, пожалуйста. Все по чесноку, как говорит мой сын. Андрей Андреевич, изучая первую ступень, поподарим вам вебинары по книге. Нет, нет, ребята. Первую ступень можно изучить только, приобрев у меня обновленную версию первой ступени. Книга называется «Первая ступень. Введение в эзотерику». Это не первая ступень школы Кайлас вообще. Поэтому я вам смогу поздравить. После прохождения первой ступени школы Кайлас в виде книжного издания, вы не являетесь учеником школы Кайлас, даже если вы будете проходить у меня посвящение. Это вам не дает права. Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то потратить. Платите 200 долларов, получайте первую ступень, проходите и после этого будете учеником школы. Приобрести вторую не можете. Для этого нужно обязательно пройти первую ступень официально. Здравствуйте, Андрей Андреевич, моя сдаёт экзамены. Как ей помочь? Никак. Помогаю, вы ухудшите её состояние. Андрей Андреевич, мне надо экзамены в ГАИ сдать. Ой, Галя Татаринова, здрасте. Сдадите, можете никакие шумы не взять. С вашим обаянием всё там произойдёт, как вы хотите. Заинтересовал вопрос про угрюмого ребёнка. Мой сын в детстве ходил угрюмый, мало говорил, прошли годы, не изменился, правда, не везёт, занимался бизнесом, не получается. Конечно. Скажите, конечно, ему нужно накапливать психическую энергию или проходить первую ступень. Когда будет посвящение следующей учеников первой ступени? На следующей неделе, скорее всего. Андрей Андреевич, какой шум приобрести, чтобы все жили мирно? Есть такой шум, называется обретение доброты у всех членов семьи. Или как он называется? Чтобы никто не ругался как-то вот так. Чтобы не ругался, чтобы все были добрыми в семье. Помогает? Вообще хорошо помогает. А если закрываешь глаза ночью, в темноте появляются чёрно-серые картинки или фонтаны разных цветов, сиреневые или воронки, что это означает? Изучаю первую ступень. Это означает, что вы переходите в мир астрала или в мир иллюзий. Не обозначает ровным счётом ничего. Вообще. Можете на это не обращать внимания. Это ничего не даёт. Это не ясновидение. Вы не смотрите через сцен проекции. Вы через это никогда не сможете ничего видеть. Не обращайте внимания. Это полная ерунда. Вообще. Не обращайте. Это развивать у себя не нужно. Приведёт к ухудшению общего психического состояния. Вы знаете, мой сын нашёл работу, как вы сказали, что плохую найдёт. И так и получилось. Но всё-таки нашёл. Будем надеяться на лучшее. Да уж. Здравствуйте. Меня заинтересовал вопрос про угрюмого ребёнка. Ответил. Какой шум нужно от энуреза? Есть шум от энуреза. Просто пишите энурез, ищите. Слушаю Джаладжара утром. Настроение улучшается. С деньгами пока сложно. Если у вас не улучшаются деньги, слушайте вечером Джаладжару. Тогда денег будет больше. Не нашли от аллергии? Есть от аллергии шумы? Ищите. Андрей Андреевич, принимая БАДы, можно повысить уровень психической энергии? Да. Существует БАД такой, называется Gold Prash. Он у меня есть. Вот я вам его покажу. Сейчас открою, я его потом буду есть. Называется Gold Prash. У нас есть Gold Prash, он чёрного цвета. Фу. Не-не, ням-ням-ням. Он чёрный, и сделан он из металлов. В нём находится золото, серебро, медь, ещё 24 металла, включая ртуть. И человек должен сказать, как же ртуть, это же яд. Как сказал сегодня человек, для того, чтобы изготовить вот такой Gold Prash, берут металлы, их в тигле, в температуре, при помощи тигля смешивают эти металлы. Потом выливают его и очень долго ударяют молотком. Делают вот, делают такую, блин очень тонкий, и много-много раз это делают. Потом эту фольгу нарезают и бросают эту фольгу в уксус. И это всё лежит в уксусе, и дальше вы немножечко будете шокированы. 25 лет. Понятно? При этом каждый день, когда каждый день несколько человек с одной и с другой стороны вот так вот взбалтывают эти бочки, где находится данная смесь в уксусе. Это всё сверху сургучом запечатывается, и сверху ставят такую печать, клеймо. Когда это открывают, то весь вот этот металл, который там был, он полностью растворяется, и там появляется пульпа, уксус высыхает, потому что это в Индии делается. А там остаётся вот такая вот кислота вместе с растворёнными вот этими металлами, которые 25 лет лежали в уксусной эссенции какой-то. После этого это берут, растирают в порошок и добавляют туда в чистом виде экстракта млы. И из этого получается Gold Prash, мой препарат. Его можно заказать у меня, он у нас есть. Вот в такой баночке продаётся, в середине он чёрного цвета, вот такой вот запах неприятный. Тем не менее, это очень повышает психическую энергию. Ешь, и после этого такое ощущение, как будто немножечко пришибленный, но радостный дурачок. Вот, ну, хорошее. Но кушать нужно немного, по четверть ложки, один раз в день. Особенность такая есть. Когда ты съедаешь, то на языке должно появиться ощущение, как будто там есть батарейка. И вот эта батарейка на языке, она остаётся на протяжении, я не знаю, часов двадцати. После этого язык всё равно к нёбу прикасается и передаётся в центр нашей шковидной железы, в наше сознание. Таким образом происходит прямая подзарядка нашей психической энергии. Прямо напрямую. Не нужно уже через глаза брать там, не через что. А прямо напрямую к подчакре и напрямую к листочкам инды. Это я говорю для тех, кто прошёл пятую-шестую ступень. Андрей Андреевич, как мне выписать шумы? У меня болен сын на диализе. Можно? Там есть шум, который называется включение деятельности почек. Покупайте все шумы для почек. Давайте ему слушать, пусть слушает и день, и ночь. Скажите, можно выполнить седьмую пуджу, одновременно слушая шум для привлечения денег к шабре? Можно. Андрей Андреевич, почему шумы стоят по-разному? Могу вам сказать, дело в том, что есть такие шумы, которые читались мной там шесть часов. А Женя сейчас машет рукой и говорит, что они все по десять. Тем не менее, нужно было бы делать дороже. Вообще, в самом начале я хотел, чтобы один шум стоил сорок долларов. Вы представляете, почему? Потому что мне было жалко себя. А почему мне было жалко себя? Потому что я до этого, как дурак, читал это все на протяжении всей своей жизни и делал это по сто восемь раз. А были такие мантры, которые я читал за раз семь тысяч раз. Вы представляете, это же ужас, потратить полжизни просто на чтение мантр, если их можно было слушать. Я говорю, надо же, это же миллион раз в одну минуту. Это же какая энергия там в человека переходит. Что же с ним такое будет происходить? После этого думаю, ну ладно. Но все равно были такие, которые я даже себе не позволял считать. Почему? Ну такие вот радостно яркие. И после этого, знаете, хотелось все-таки некоторые сделать очень дорого. Просто есть среди них, ну вот очень-очень яркие. Особенно там закрытые для обыкновенных людей в виде шанкары мантры. Естественно, вот эту шанкару я записал и не написал шанкару. Почему? Потому что ограничил шести курсиков и семи ступенчатых учеников к тому, чтобы они выбирали все подряд. Почему? Если им написать шанкара, они бы выбрали только шанкару. Я специально не написал шанкара, чтобы выбирали то, что им подходит. Ну где-то вот так. Ну пройдете седьмую ступень, поймете, о чем я говорю. Есть шум от заикания? Да, там есть шум от заикания. Как правильно называется шум привлечения психической энергии? Он так и называется – увеличение психической энергии. Женя, есть такой шум у нас? Есть. Посвящения на первой ступени сегодня не будет. А не ученикам школы можно слушать? Можно. Андрей Андреевич, шумы во время этого вебинара по 10 и 20 долларов. Можно слушать шумы не ученикам школы? Все шумы по 10 долларов, Евгений сказал, даже если стоит 20. Все шумы по 10 долларов, ребята. Все шумы. Нет, по 20. Не по 20, не по 30, не по 40. Да, Жень? Все по одной цене. Все шумы по одной цене. Ура, товарищи. Андрей Андреевич, можно сделать запрос на вебинар «Изгнание гневных духов для женщины». Вы уже проводили, планируется ли повторно, когда это возможно? Можно. Напишите моей жене Софии. Она обязательно будет составлять базу. После проведения гневных духов очень длительное восстановление психической энергии. Это очень сложный обряд. Я вообще не рекомендую обыкновенным людям, которые только знакомятся с обрядовой магией, проводить изгнание гневных духов. Это нелегкий труд. Дело в том, что особенно это сложно делать по интернету. После этого отход от этой энергии очень длительный. Если ты его не получаешь, и у тебя не растрачивается психическая энергия, значит, ты недоработал. Я всегда понимаю, если я после обряда выжатый, мне плохо, это говорит о том, что все правильно. Это значит, я хорошо отработал. У меня когда-то была седьмая ступень, и я ее энергетически не тянул, потому что люди, которые пришли, не накапливали психическую энергию. Но мне нужно было этих людей поднять энергетически. И после этого, когда я их поднимал, вы представляете, то мое тело реагировало с подниманием температуры. И вот сколько шла седьмая ступень, столько у меня было, 40 градусов температура. Ни на градус не падало. После этого я ее закончил, эту седьмую ступень, и вечером температура прекратилась. После этого уже проведение седьмой ступени неподготовленным людям я, естественно, давать не буду. Что меня тогда уничтожило? Меня уничтожило тогда то, что на седьмую ступень пришли люди, которые не проходили первые шесть. И после этого, естественно, я не должен больше позволять такого в своей жизни, позволять людям, которые не приходили предварительно на ступени, поднимать их высокоэнергетическое путь. Андрей Андреевич, в шумах самой мантры не слышно, только вибрации как надо. Есть такие мантры, которые слушаешь, и там вот ничего, и потом пак, и снова долго-долго ничего, и потом пак, их без наушников не слышно. Так и надо. Там получается такой шум, у которого такая вибрация, которая влияет не на ухо, а на мозг. Там в шумах то, что вы слышите, это вообще не важно. Там важно то, что мы не слышим. Там важны те ощущения, которые получаем где-то в нашем теле. Вы должны во время слушания шумов научиться ощущать, какие изменения происходят в вашем теле, начать сенсорно ощущать, что же происходит в груди, в ногах, в животе, в голове. Есть такие шумы, у которых появляется ощущение, как будто в голове мозг переворачивается сначала так, а потом вот так. Представляете, прям ощущение четырёх шаров, которые крутятся вот так и потом крутятся вот так. Ощущение такое очень необычное. Сначала как звук меняет что-то в голове, а потом ты вдруг понимаешь, что это твой мозг там болтается. Ты слышала такое? Ощущение, и есть такие шумы, после которых ты снимаешь наушники, встаёшь и не можешь идти, качает. И вот это качание не заканчивается часов 10. Есть такие шумы, после которых дрожит левая рука очень сильно. Серьёзно. Берёшь телефон и не можешь его удержать, потому что дрожит левая рука. Это особенно на те, которые связаны с противоположным полом. Есть ощущение, как будто теряется концентрация. Глаза дёргаются, не можешь никак сосредоточиться. Почему? Шум в лес. И он после этого так работает с физическим телом, энергетическим, с телом нашим. И мы говорим, ой, что это со мной, что это со мной. А не нужно обращать внимание, всё в порядке, всё пройдёт. Нашла шум обретения духовной энергии. Оно. Подскажите, пожалуйста, как скачать ссылку талисманов. Я сначала скачал, она не открывается, на почту не приходит. С Евгением Дуйко свяжетесь, он расскажет. Можно ли шум перенести на телефон, слушать отдалённо от компьютера? Вы, к сожалению, не сможете это сделать. Они все идут в закрытом круге нашей школы, и это можно слушать только онлайн. Я ещё раз хочу объяснить, почему. Дело в том, что наши шумы целиком, они связаны с определённым звуком, и в этом звуке есть ещё звук, который не слышен. Для того, чтобы это передать, нам необходим определённый плеер. Стоимость этого плеера, если вы его будете покупать, будет стоить где-то, ну, в районе от 90 до 120 евро, и использовать его можно будет по ключу только один месяц. Таким образом, кто хочет, мы можем продать за 120 евро плеер, после этого активацию его на один месяц, закачиваете туда шумы, которые мы дадим, слушайте их, и будет в вашем доме счастье. Если у вас такой возможности нет, тогда на нашем плеере слушайте, и тогда будет то, что нужно. Дело в том, что вы на другом плеере это не услышите. Нельзя скачать на телефон. Для того, чтобы это работало, для на телефон нужно скачать специальный плеер. А это плеер, которые такие ноутбуки, как Macintosh или какие-то Mac-телефоны, или ещё что-то там яблочные, они потом не грузят эти плеера, и не хотят на них слушать. Таким образом, долго думали, что же нам делать с этим. Мы придумали, что это лучше всего слушать вот так вот на нашем сервере, или вот прямо напрямую на нашем сайте. Ну и в этом ничего плохого нет, я считаю. Объясню почему. Вы же заходите и сейчас не скачиваете фильмы себе на компьютер, чтобы посмотреть, а смотрите их онлайн. Никто не удивляется, никого это не раздражает. Но на кой вам фильм на вашем компьютере, если его свободно можно каждый день найти, где-то на каком-то плеере посмотреть. Я вообще собираюсь дальше все обновлённые ступени ставить только, чтобы их просматривали онлайн-доступе, только на нашем сайте, и чтобы их не было вообще в продаже. И после этого у нас закончится возможность рекламы в складчине и так далее. Я не противник, просто это когда-то закончится. Ну естественно сейчас, когда записываются новые ступени, пока ещё их можно вот так вот получать, там скачивать и как-то слушать. В дальнейшем это будет закрытой информацией, только по ссылкам можно будет покупать, и уж доступной вот такой информации не будет. Почему? Ребята, это инфобизнес. Люди пишут, дуйко, ты сволочь, ты в инфобизнесе, занимаешься бизнесом. Ну так я за, почему бы вам не начать делать то же самое? Я за то, чтобы каждый человек умудрялся заниматься инфобизнесом. Ну вы представляете, у меня за 5 лет 60 тысяч учеников, и только за этот месяц прибавилось ещё 10 тысяч человек. Я могу даже планировать и сказать, что у меня уже до 1 сентября будет около 100 тысяч учеников по всему миру, а уже до следующего года это будет уже первый миллион, или первых полтора миллиона. Естественно, я могу вам сказать, что в этом всём виновата эзотерика. Почему? Правильная эзотерика делает так, что идут к правильному эзотерику. Естественно, кто будет обижаться? Знаете, есть же люди, которые обижаются этой эзотерики, которые пытаются там писать письма, там что-то делать, там делать доз-атаки и так далее. Делать это бесполезно. Почему? Потому что искреннее знание, его невозможно ни запятнать, ни заклеить, ни залить, ни обмазать, ничего. Это как свет посреди ночи, понимаете? Оно светит и будет светить всегда, во все времена. Я умру, но знание моё будет жить ещё тысячи лет. Понимаете? Почему? Потому что ничего не заставит этим знаниям разрушиться. Почему? Они просты, очень эффективны и очень просто входит в сознание людей. Так в своё время был поэт и песенник, который придумал песню «Вополе берёза» стоял, и это произошло в 1825 году. Сейчас вспомнить фамилию этого человека даже нет никакой возможности, зато песню все помнят. Так и обо мне никто не вспомнит через сто лет, но песни мои знать будут и будут петь. Понимаете? И что в этом плохого? Я наоборот считаю, что это очень хорошо. Почему? Да цель не сделать дуйко хорошим или плохим, сделать знания доступными. Вот какая цель, понимаете? Сделать философию доступной, понимаете? Сделать то, что в своё время было целью. Сделать философию такой, чтобы эта философия приносила радость человеку. Ведь гораздо приятнее видеть солнечных людей, улыбающихся, и у которых по-настоящему мечты сбываются, чем у грюмых, вечно ищущих какую-то беду вокруг себя, в горечи, в страданиях, в бесконечных каких-то там состояниях, я не знаю, там, неврастенических. Андрей Андреевич, добрый вечер. Оплатила Шум 24 мая Евгению. Украл. Так, так, Светлана Маковеева. Евгению придёт. Сколько Шумов вы оплатили? Вот так вот, Евгений. Это он, знаете, в каждом государстве есть коррупционеры, получается. Наверное, и в нашем государстве Кайлас появился коррупционер. Очень много людей, поэтому мы очень извиняемся. Пишите всё равно. Сейчас он напишет обязательно свой e-mail, и нужно будет ему написать ещё раз. Есть ли Шум при ДЦП? Есть, я специально его писал, он так и называется. Детский церебральный паралич, лечение позвоночника, лечение инсультов, детского церебрального паралича. Всё писал? Андрей Андреевич, меня уволили с работы, не объясняя причины. У меня кредит. Смогу я найти другую работу? Я оплатила покупку Шума привлечения денег, через которое время будет посылка. Нина, какая посылка? Так сразу у нас идёт эта ссылка, да? Они же сразу получают. Вы только оплатили, сразу же должны получить. Тогда ей пускай слушает. Вы не на ту карту перечислили, но мы вам сбросим всё. Напишите Евгению, он вам отправит. Скажите, пожалуйста, какой Шум нужно слушать? Мои мамы по ночам очень сильно крутят ноги. Она постоянно ночью просыпается от боли. От ревматизма и артрита там есть Шум. Не является ученицей, не страшно. Есть такая практика, называется Ом-Тха или Нам-Тха. Если человек на вдохе читает Ом, а на выдохе Тха, то он лечит ревматизм суставов. Хотите, верьте, хотите нет, работает проверено. Ом-Тха, нам-Тха, нам-Тха, нам-Тха. Если это делать на полнолуние, то эффект гораздо лучше, чем если делать в обыкновенное время. Если делать на ночь, то все заболевания суставов полностью исчезают. Хорошо работает. А если читать А-Тха вместо Нам-Тха, то тогда с ума сойдешь. Видите, как все странно. Хочу приехать на морской курс. Деньги будут, брат, в долг не верну. Правильно, не вернете. Вы заработаете деньги, не переживайте. Андрей, в какой группе шумов находится шум накопления психической энергии? В группе развития параспособностей. А шумы слушать можно с разных компьютеров, находясь в одной стране или в другой? Можно, да. Даже с телефона можно слушать, зайдя в версию для телефонов. Как помочь дочери на экзамене? Сдаст она экзамен Артем Федоров. Не нужно ей помогать, не переживайте. Андрей Андреевич, как работает шум для лечения животных? Спасибо. Включайте шум для животных, и это работает на гармонизацию внутренних органов. Включайте, чтобы животное рядом лежало, им очень нравится. Можно ли несколько раз подряд слушать один и тот же шум? Не только можно, но и нужно. Если вам понравился шум или вам очень это необходимо, то включайте один шум и слушайте его подолгу. Так, с шумами, которые связаны с заболеваниями внутренних органов. Отправила сейчас деньги за шум на Яндекс.Кошелек. Так, правильно? Правильно. Андрей Андреевич, после первой ступени жизнь меняется просто чудесным образом. «Наконец, познакомилась с мужчиной своей мечты. Хотелось бы узнать, выйду ли за него замуж. Хотите, дам секрет. Восхищайтесь им. Смотрите глазами идиота и делайте так. «Ой, ты такой особенный!» И говорите, у тебя такие... Ну и дальше говорите ему обязательно то, что вы хотите в нем увидеть или усилить. «Ты такой щедрый по отношению ко мне. Я так тебя уважаю за эту щедрость. Становитесь умными. Боже, ты такой щедрый! Я так рад, что ты можешь вот так раз и на любимую женщину потратить такую сумму денег. Я прямо в восхищении тобой. Ты такой молодец! Я прямо в восхищении!» Конец ему вообще. Он будет щедрее и щедрее. Вот это я понимаю. А если вы будете говорить, «Ой, ты такой сильный!» Он замучит вас своими отжиманиями. Свет, перейдите, водички. А? Иди сюда, набери. «Человек после неправильной операции ослеп. Шумом хоть немножко можно восстановить зрение?» Можно, да. «Андрей Андреевич, есть ли шум для похудения?» Я, если честно, записывал, но я не знаю, их выложили или нет. «Андрей Андреевич, я смогу поправить свое материальное благополучие?» Сможете. «Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, сколько времени надо работать с символами, читать мантрами?» Спасибо. Это такая особенность. Все зависит не от того, сколько времени вы читаете. Все зависит... Эффективность зависит от того, как ярко вы накапливаете психическую энергию. На первой ступени, 1-ая, 2-ая ступени у нас как бы убирание негативной психической энергии из тела. На 3-й ступени с подниманием тонов и выстраиванием котлов мы накапливаем ее по чуть-чуть. На 4-й накапливаем чувственную психическую энергию, а на 5-й психическую энергию нашего сознания. А на 6-й, 7-й психическую энергию нашего кокона и джалампхадра чакры, и так далее там каких-то элементов которые махабхараты чакры накапливаем эту энергию еще и там и умудряемся этим в дальнейшем пользоваться и представляете можно так себя ощущать как будто щекотно вокруг тебя кто-то может сказать почему это происходит это такие вот ощущения которые проявляются в зависимости от того где накапливается психическая энергия может ли она быть какой-то особенный я вам скажу так с путем накопления психической энергии жизнь меняется в сторону бесконечного комфорта то что бы ты не хотел все у тебя получается на зависть окружающим людям на ненависть там она вызывает сначала у этих людей зависть потом страдания потом снова зависть потом снова страданий там они говорят да блин ну чё ж так вот все у него получается после это горит ну сволочь что же ему сделать то на здоровье почему как человек не может понять смотрите вас научу энергия денег эта энергия которая возникает в тот момент когда человек думает о деньгах мечтает о деньгах или видит деньги то есть это то что возникает в середине него таким образом когда ко мне кто-либо приходит в офис или в мою семью то этот человек делает так скотина у него так все хорошо получается и так далее чем он делится со мной энергия денег потому что она делится той энергии которая возникает когда человек думает об то есть фактически у меня становится за счет того что он завидует больше денег отлично если вы завистливый человек очень жадный приглашаю к себе в офис приходите только когда будете идти обязательно скажите привезу привезу свою жену одену на нее большое количество бриллиантов также привезу своих здоровых детей очень красивую любимую ученицу школы светлана которая является моей ученицей школы и естественно и обещал не говорить этого слова естественно когда естественно когда вы будете завидовать я буду становиться богаче естественно придется для этого заказать тысячи граммовую золотую цепь на шею с большой иконой передам божьей матери знаете чтобы жабы было побольше почему отлично чем больше жабы тем больше заработаю день как это происходит онлайн вы будете завидовать и тут же будут идти звоночки мне на телефон почему так это приятно понимаете потому что она сразу же в хорошем человеке конвертируется ваша зависть мое материальное благополучие отлично вот так поэтому теперь вы понимаете что такое магия денег она целиком связана с психической энергией мне очень нравятся плохие люди почему потому что они дают мне невероятное количество моей собственной психической энергии а чего вы думаете я просто так принимаю больных которые ко мне приходят почему я сделал такой выбор потому что я четко понимаю что человек который больной это человек который хочет отдавать огромное количество психической энергии а если он хочет отдавать то с благодарностью это принимаю почему это моя психическая энергия и чем больше людей принимает тем больше психической энергии я имею почему я ее трансформирую и знаю каким образом это делать как же я это делаю каким образом особенным я это делаю я могу вам сказать я делаю это так как я объясняю на 1 2 3 4 5 6 и 7 ступень очень рекомендую вообще хотя бы первые три андрей андреевич делала практике остановить не через время начал болеть приступами голова это может быть ну конечно это говорит о том что вас не хватает психической энергии для того чтобы начало светить для того чтобы появился центр трансляции необходимо психическая энергия как же она появится если вы над этим не работаете нужно работать а что это психическая энергия та энергия которая возникает у человека когда он испытывает от чего-то состояние радости удовольствия ни от чего не испытываете вы ее расходуете на ясновидение то будет у вас тоска депрессия головная боль и заболевания конец ну собственно вот так андрей андреевич какие шумы нужно слушать при климаксе и ночных приливах заранее спасибо женских заболеваний андрей скажите пожалуйста недавно начала бизнес в интернете будет у меня успех не два дня как приобрела вторую первую ступень спасибо к сожалению бизнес в интернете у вас какой-то обманный там будет будут вас там писать писать и потом до конца распишу занимайтесь бизнесом в интернете вместе со мной один раз в день я уделяю в 20 или 30 минут для того чтобы выложить своих группах кусочки из своих даже не вебинаров а кусочки из вот этих лендингов которые есть моей партнерской программе по бесплатно бесплатные ссылки вот свете показывал ребятам показываю даже вам сейчас покажу жизнь как это сделать может мне помочь под я вам сейчас включу трансляцию и зайду в свой личный кабинет смотрите вот я захожу сейчас я вам покажу трансляцию вот это да и зайду в свой личный кабинет а вот сюда поделиться смотрите и я вам сейчас что-то покажу я вам сейчас что-то покажу Я захожу в свою партнерскую программу. Сейчас я попробую ее найти. Она у меня вот здесь, в самом низу. Сейчас я зайду в партнерскую программу свою и посмотрим, сколько я денег заработал на партнерской программе. Вот, вы можете посмотреть, я ничего не скрываю. Вот сегодня у меня было 252 количество переходов. Ага, сейчас. Жень, что тут сделать? Вот так. О, а, вот так. Смотрите, количество переходов. Вот у меня сегодня было 252 перехода, сегодня я ничего не продал. А вот вчера у меня было 270 переходов, я продал что-то вот один, и у меня 90 долларов зарплаты. А смотрите, за текущий месяц у меня было 10804 перехода. По моим ссылкам. И я заработал за это время пассивно, а я делал это как бы в виде, даже не образца, как это называется, ну как бы эксперимента. То есть может ли обыкновенный человек, занимаясь распространением партнерских программ, зарабатывать деньги? Могу вам сказать вот что, я могу. Почему это у меня получается? Так как я проходил курсы воркшопа, также я проходил в интернете курсы бесплатного доступа, там какие-то, у меня это получается делать. Видите, как несложно. А вот смотрите, за прошлый месяц, посмотрим, сколько я заработал, я продал 11 чего-то и заработал 745 долларов. Три месяца я занимаюсь, видите, это я начал заниматься в марте месяце, сейчас апрель, май, да, уже июнь скоро будет. Вот получается за три месяца я заработал на партнерской программе одну, два, за два месяца, нет, за три месяца, но этот не закончен. Одну тысячу восемьсот восемьсот восемьдесят семь долларов США. Скажите, вот если это заработок для человека, который, допустим, просто живет в стране, там, я не знаю, России, Украине, Жень, как вернуть? Ага, все, по-моему, вижу. Естественно, если это человек просто из, о, все, если это человек просто из Украины, там, или в России, разве это плохая добавка к заработной плате, получить там 500 долларов дополнительно? По-моему, это неплохо. Но если учесть, что я трачу время так, чтобы это было не в ущерб семьи, а фактически я трачу один час в день на это, просто один час, куда я размещаю? Я сделал 10 групп там в Фейсбуке, вот в каждую группу добавляю, в 10 групп ВКонтакте, даже если у меня там один, два, три, четыре, пять человек, все равно добавляю эти ссылки. Я распространял это в каких-то аккаунтах в Ютуб, то есть там в каких-то аккаунтах своих, там, под своими ссылками, нарезками, также в Одноклассниках, а также в Майл.ру. О, еле выговорил. А еще у меня есть собственный блок, называется этот блок, блок эзотерика Дуйко Кайлас. И вот по чуть-чуть это, не вкладывая ни одного рубля, то есть никакого платного продвижения. Почему? Для себя как за цель поставил, не буду продвигать это за деньги. И все, все бесплатно. Если я могу бесплатно зарабатывать 500 долларов в месяц, то вы можете тоже. Сегодня выложу это и постараюсь выложить на своей странице. Но кому это не нравится, и после этого мой контакт забанили в очередной раз. Почему его банят, я знаю. Дело в том, что это целиком связано с тем, что я не нравлюсь некоторым эзотерикам, которые видят мою популярность. Потому что она растет в геометрической прогрессии. 10 тысяч человек, 10 тысяч запросов в прошлом месяце, и 20 тысяч уже будет в этом месяце, понимаете. Естественно, никому это не нравится, потому что там кто-то их вообще не имеет, и корячится, и пробует что-то делать. Но дело в том, что есть очень хорошая особенность такая. Как бы вы не спели песню Высоцкого, вы все равно Высоцким не будете. То есть кто бы не пел песни группы кино, он все равно не будет Виктором Цоем. Кто бы не пел песни, я не знаю, там Джамала, он все равно Джамалой не будет. Джамала, наверное, плохое сравнение. Джамалой, наверное, будет. Кто бы не пел там что-либо, то если не он придумал, не он спел, он все равно будет пародией или копией, понимаете. Сейчас эзотерики почему-то кинулись брать мои семинары и их полностью перечитывать. Так уже по моей книге «Магия и денег» читают уже с легкостью там и говорят, что вот я обнаружил для себя бла-бла-бла. И я не расстраиваюсь. Почему? Потому что я как Высоцкий создам еще тысячу песен. Мне это абсолютно не беспокоит. А человек как пел под Высоцкого, так и будет конец. Понимаете? Я для себя четко понимаю, несмотря на то, что многие на это обижаются, что эзотерика разделилась до Дуйко и после Дуйко. Я это для себя абсолютно четко понимаю, потому что так много информации, как я, никто не давал и никогда давать не будет. Ни один из психологов и эзотериков. И пусть как угодно меня называет и кто угодно называет, как хочет, мне все равно. Почему? Потому что я знаю, что я эффективен. Понимаете? И это самая главная особенность в моей жизни – эффективность. Эффективность моих эзотерических практик невероятная. Я обучаю практикам и делаю это так, что в дальнейшем это похоже на нереальную магию. Знаете, только не летают. Почему? Потому что за это нужно заплатить. А кому платить, так лучше на самолете полетать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне нужно подать документы на банкротство или я смогу этого избежать? Надо подавать. Очень интересно было почитать вашу книгу «Магия денег». Отлично. А можно скачать себе на комп шумы, только с сайта, только с сайта слушать. Когда закончится период безденежья в моей жизни, просто уже руки опускаются у меня. Когда начнете испытывать или накапливать состояние накопленной психической энергии, до этого момента никак. А вам для этого нужно первая, вторая, третья ступень, на третьей ступени поднять тона, а также слушать шумы от безденежья. Тогда будет что-то получаться. А иначе? А можно как-то без этого? Есть очень хороший способ. Есть очень хороший способ. Сейчас начинается весна, можно брать лопату или сапку, знаете, или метлу, идти устраиваться в горсовет, проситься, чтобы взяли работать дворником, или убирать подъезды, или в элитных домах устраиваться и так далее. Почему? Мне очень нравятся люди, которые говорят, меня пригласили. Почему? Я не верю в то, что кто-то кого-то может пригласить. Это какой же такой невероятной особенности специалист должен быть, чтобы за ним гонялись и приглашали. Вообще. Я не понимаю слов «меня пригласили». Они всегда вызывают у меня улыбку. Если ко мне человек приходит и говорит, меня пригласили туда, я говорю, я вас на работу не возьму. Почему? Зачем мне нужно? Идите, куда вас приглашают. Почему? Потому что очень много людей, очень много людей, которым нужна работа, но которые, к сожалению, не умеют ее делать. У меня когда-то была такая особенность. Я в Харькове заказал золотую цепь на 100 граммов ювелира. Ювелир мне показал такой красивый каталог, чтобы своего ребенка себе подарить, как любимому отцу любимого ребенка. И у меня был год ребенка, я решил себе заказать золотую 100 граммовую цепь. Право имею. И после этого заказал ювелиру. Уже 27 апреля закончилось. Уже и 1 декабря закончилось. А ювелир все не делает мне эту цепочку. Куда-то исчез. Потом я и рукой махнул. А потом как-то я все-таки нашел этого ювелира. Он мне отдал эту цепочку, которая вместо 100 грамм весила 93 грамма, как потом оказалось. И пробы была уже не 585, как я заказывал, а едва 500 пробы, как оказалось. После этого я был на базаре и говорю другому мужчине, говорю, цепь себе заказал, хочешь покажу. Еще никому не показывал. А он говорит, а я ювелир. Я говорю, серьезно, да? Ну посмотри, нормальная вроде цепь. И вот он ее посмотрел и говорит, боже, ее как будто топором рубали. Говорит, дай мне ее, я тебе послезавтра отдам. Я говорю, еще тебе давать ее, да? Он говорит, дай, я тебе послезавтра отдам, ты ее не узнаешь просто. Я тебе сделаю совсем другую. Вот я ему отдал. Когда он мне ее принес, я был в шоке. Я говорю, а сколько денег стоит? Он говорит, по доллару за грамм. А тому я заплатил 300. Так вот, особенность между этим и тем были вот в чем. Тот, который сделал плохо, умел очень хорошо себя продавать. Но ни хрена, извиняюсь за это слово, не умел делать. Есть тип женщин и мужчин, которые хорошо себя продают. Я и это, я и это, я и так могу, я и так, могу, я и так. И ему говорят, твоя работа, брать телефон и делать так. Брать его здесь правильно, передавать сюда правильно и ложить его правильно сюда. Потом снова брать, снова передавать и ложить. Ты умеешь это делать? Да, я сто раз делала брать, сто раз передавать и тысячу раз ложить. И лучше меня нету никого. Ну вот, я тебя беру на работу, я на тебя надеюсь. Ну что, ты делаешь? Да. Но ты же не передаешь телефон. Как не передаю? Передаю. Но ты же не передаешь телефон. Ну как не передаю? Передаю. Давай я тебе покажу. Смотри, надо передавать, надо передавать. На, передавай. Ну передавай телефон. Ну передавай, ты же не умеешь передавать телефон. Андрей Андреевич, вы ничего не понимаете. Я уже тысячу раз передавал. Как же ты его передавал, если ты не передаешь телефон? Да что вы понимаете? Я до вас передавала тысячу раз. И после этого буду передавать тысячу раз. Я это умею делать. А ну отдай телефон, иди отсюда. И после этого, Андрей Андреевич, вы не правы. Конечно, я не прав, что я взял идиотку или идиота. Понимаете, почему? Потому что нужно выбирать специалиста, которого научили передавать. А когда человек всем придумал себе, что он умеет передавать, а передавать при этом не умеет, то он стоит как барабан или баран. Ему говоришь, передавай, передавай. Он говорит, я и так уже передаю, передаю. Так ты не умеешь просто передавать. Тебе не научили, ты сам не научился, но себе придумал, что ты особенно можешь его передавать. И после этого я вижу людей, которые не умеют делать, но так себя хорошо передают, или так хорошо себя прямо презентуют, прямо хочется его купить с руками и ногами и дать зарплату. И вот его посадишь за место, он сидит ровненько, губки надует и все. Ну что ты делал? Что ты делал? То, что вы мне сказали, все сделал. Еще что будет сделать? Так ничего, ты должен мне деньги зарабатывать. Если бы я умел деньги зарабатывать, тогда бы я их уже заработал себе. А, ну понятно тогда. То есть ты не хочешь работать на меня и деньги зарабатывать. Нет, нет, я же пришел сюда зарабатывать, вы мне их должны дать. Тогда давай подумаем. Если я нанимаю человека, то я нанимаю человека, чтобы он при помощи своих знаний зарабатывал для меня деньги. Правильно? Да. Тогда почему я должен тебе платить деньги, если ты мне эти деньги не зарабатываешь? Потому что я у вас на работе. Я же сижу из дома ушел. В компьютер смотрю. Что еще надо? Так надо заработать для меня деньги. Так если бы я мог их зарабатывать, я бы их заработал себе. А так я пришел на работу, Андрей Андреевич. Понимаете? Ну так, а что тут непонятного? Да, все нормально, понятно. Понимаю, конечно, а что ж непонятно? Я обмен на шум возможен. А что это вы там мне передаете торт? Можно только без Христоса воскреса. Почему? Мне не нравятся такие надписи. Я не верю в то, что Иисус Христос воскрес. А если воскрес, то плохо отнесся к своим ученикам. Почему? Главное, сам воскрес всех оставил. После этого всех распинали, били на крестах. Все он своих-то оставил. Это разве поступок нормального мужчины? Sorry, что мне пришлось это сказать. Если бы я когда-то воскрес, то я бы с собой забрал всех. Свою семью, тещу, извиняюсь, ученицу школы. Друзей бы всех, знаете, сказал. Что вы тут делаете вообще? Хорош уже, да. Пошли со мной. Я воскрес, и вам давайте все вместе со мной. Почему? Ну так, я в ответе за тех, кого я приручаю. Правильно? Поэтому если сам умудрился, других бы обучил и не заставил бы мучиться. А так получается, сам воскрес других оставил. А другие плохо закончили. Понимаете? Очень плохо закончили. Как-то несерьезно это все. Естественно, видя это все в виде надписи, знаете, не хочу видеть такое в виде надписи. Почему? Не обижайтесь. Я это считаю предательством по отношению к друзьям. И этот подвиг для меня не является подвигом. Sorry. Наверное, вы уже не хотите здесь находиться, поэтому милости прошу. Можете закрыть вебинар и дальше меня искренне ненавидеть. Андрей Андреевич, шумы надо слушать в идеальной тишине. Нет, их можно слушать в наушниках. Если кто-то разговаривает, работают, работают. Если кто-то разговаривает, но не кричит и не нервничает. Если у вас жена нервничает, давай пойдем погуляем. Давай испытывать от жизни удовольствие. Слышишь, а станет, тут дуйко смотрю вообще. Это же неправильно. Нужно выключить дуйко, взять семью и испытывать от жизни состояние удовольствия. После этого ты ничего не понимаешь. Ты бы лучше села и дуйко смотрела. Ну так на улице прекрасная суббота и воскресенье. Мы можем с детьми гулять, обниматься, целоваться, кушать мороженое, радоваться. Ты вообще не эзотеричка. Сядь и смотри дуйко. Тогда хоть что-то в твоей голове появится. Я против такого эзотерика. Если есть выбор с детьми гулять и на улице радоваться, прыгать и скакать, то я считаю, это самое главное, что может в жизни произойти. Почему? Это отдых, а с детьми отдых вдвойне отдых. А если детей много, тогда втройне. Если совсем много, то тогда еще больше. Андрей Андреевич, что-то запустил я тут нехорошее. Пошла прям информация. Андрей Андреевич, хочу приехать на морские курсы, очень хочу, но финансовые возможности приехать в упор не вижу. А вы верьте. Нужно говорить вот что. Скоро я поеду на морской курс. А на слово как говорит? Да все равно как. Какая разница? И все, и поедете после этого. Так в упор не видите, потому что вы в упор смотрите. Я вас научу в упор не смотреть. Андрей Андреевич, я на работе постоянно испытываю страдания от негатива коллег. Могу ли я избавиться от этого? Да, восхищайтесь их негативом. Делайте так. Зажгите палочку с запахом мыла, и все. Пусть они ненавидят вас еще искренне. И вы делаете так. У меня были бабушки, которые меня ненавидели. Каждый вечер я шел рядом с ними и говорил, надо же, вы еще живы. Говорят, здрасте, здрасте. Одна из них отворачивалась. Я говорю, надо же, вы еще живы. И после этого шел дальше. Они говорили, шо? Я говорю, ничего. Здрасте. После этого они говорили, вот пошел тут, смотри. Сам ходит, сам выходит. Андрей Андреевич, можно еще повторить мантру от травматизма? Ее выполнение, пожалуйста, не уловило. Ха. Для обретения беременности, когда лучше всего слушать шум? Во время. Андрей Андреевич, не, можно в любое время все равно. А то сейчас начнется. Муж скажет, что с ума сошла в наушниках. Андрей Андреевич, смотрю, восстановить слух, принимая шумы. Да. Андрей Андреевич, оплатила шум, но не войти. Может Женя ответить? Поможет, поможет Женя? Андрей Андреевич, будет ли вебинар по нумерологии и гаданию, о котором вы говорили на прошлом вебинаре? Скорее всего, будет. Ирина, привет. От Глаукомы есть шум? Да. Получится ли у меня скоро выйти замуж? Долго не решаю задать вопрос, но уже прет не могу. Ответьте, пожалуйста. Есть хороший семинар, называется Быстрое замужество. А скажите, здесь есть люди, которые проходили семинар Быстрое замужество и уже прямо романтика и огромное количество отношений? Вот если есть, пусть кто-то напишет. Андрей Андреевич, как сделать, чтобы меня слышали? Какой шум приобрести? На какой курс получится у меня приехать? Поддержка оплатила шум, но не войти. Ответит вам? Не переживайте, все хорошо. После того, когда я закончу вебинар, у нас Евгений будет находиться еще в вебинарной комнате. Также сегодня, через 15 или 20 минут, я дам Евгению слово, и он ответит на все вопросы, которые связаны с оплатой шумов. Андрей Андреевич, можно ли поехать на морские курсы, не являясь учеником школы? Ну, конечно. Морской курс посвящен тому, что я буду убирать у вас заболевания внутренние, позвоночника, суставов, энергетически буду ощущать вас. Это невероятное состояние. Вы уедете и будете чувствовать подъем энергии, прям такой прилив сил. Вы рассказывали о зеленой нитке от болезни в спине. Сколько нужно завязывать узелков? Тридцать восемь. Почему? Не знаю, тридцать шесть позвоночников у человека, наверное, плюс энергетический кокон, плюс еще кости и тридцать восемь получается. Ну, это моя такая, наверное, моя идея, ну, где-то мое понимание, но на самом деле это может быть не так. Никто, когда давал эту практику, мне не объяснил, какая функциональная деятельность. И у меня без конца гипотезы. Одно время я говорил, что у нас энергия вокруг головы нашего сознания, она зеленая, и она двигается по направлению к зеленому. Тогда зачем тридцать восемь узелков? Наверное, тридцать восемь, тридцать шесть позвоночника, и после этого еще энергетический кокон, и еще один, это, наверное, тазовая область, кости какие-то, и копчик, да. Потом тридцать восемь, это может быть, там, двенадцать планет, там, к ним еще что-то, еще что-то, ну, я не могу вам сказать. Но при этом можно ли, будет ли результат, если будет тридцать девять узелков или тридцать шесть? Вы представляете, аналогичный эффект. Но меня обучали, говорит, тридцать восемь. Зачем, понятия не имею. Сам завязываю на тридцать восемь, если нужно. Андрей Андреевич, какой шум слушать, чтобы найти партнеров, для одной очень хорошей и денежной работы? И на какой адрес написать, чтобы сделать заказ? Вот огромное количество партнеров у вас прямо сейчас здесь. Видите, смотрите, у нас есть Валентина Миккова, и это ваша женщина, которая может дать вам большое количество, там, высокодоходной денежной работы. Только я хочу вам сразу же сказать, Валентина, а сколько вы заработали денег на этой высокодоходной денежной работе? Поделитесь с нами, пожалуйста, своим секретом. Сколько на сегодняшний день вы заработали за один месяц на этой высокодоходной денежной работе? Мне очень интересно. Юрий Головко написал, Юр, привет. Да, работает на тысячу процентов, семинар работает. А, Юр, это быстрое замужество. А, Юра проходил, все. Андрей Андреевич, после шума шабри захотелось поменять работу. Стоит это делать непременно. Андрей Андреевич, устроилась на очень хорошую работу. Долго я буду здесь работать? Долго. Андрей Андреевич, я не ученица пока, но спрошу, нахожусь в ситуации выбора развода и полностью жизнь с нуля или восстанавливать отношения? А посоветуйте, что правильно. Ой, у вас не получится восстановить отношения. Вы уже так надоели этому мужчине, там капец вообще. Капец. Если раньше он еще мог как-то это вносить, сейчас уже все, там уже безудержно просто. У вас с обоих сторон нет доверия, друг друга уже не любите. Зачем вам это надо? Денег же не будет так. Ну еще и взрослый. Ваша ученица, были проблемы. Ему нужен покой, ему нужен отдых. Дайте ему покой и отдых, восстановите отношения. А у вас же покой и отдых, а пока только снится. Вечер. Шановный Андрей Андреевич, дуже хочу, шочу еще раз поехать на морские курсы. Получится щиро вам вдячна. Получится. Андрей Андреевич, у меня постоянные головные боли. Какие шумы мне помогут от головной боли? Еще раз спасибо Евгению. Спасибо. Можно на морской курс взять с собой дочь, которая не верит в эзотерику? Можно, она поверит. Серьезно. Вконтакте я попросил вас проконсультировать. Меня по поводу здоровья выслал вам фото для диагностирования. Когда смогу получить консультацию? 9 июня, когда включат мой контакт. Они его сегодня заблокировали. Дело в том, что почему-то до сих пор не верят, что у меня действительно может быть в день до 10 тысяч писем. Меня постоянно без конца блокируют, потому что мне огромное количество людей пишут письма. И после этого мне пишут вконтакте, что мы вас заблокировали, потому что видим у вас активность почтового индекса вашего, айди почтового ящика. Вы много пишете, вам много отвечают. И у меня 10 тысяч друзей, и там 3 тысячи подписчиков. А что я могу сделать? Только я начинаю отвечать, а если я не могу неделю отвечать, там очень много писем. Вот всем ответил, и после этого конец. Да, в группу в фейсбуке пишите, в фейсбук пишите, Андрей Дуйко. Андрей Андреевич, мне стоит продать дом. Хочу поменять работу, получится? Да, получится. Диагностика, когда смогу получить консультацию. Вы понимаете, я вам сейчас объясню. Я очень стараюсь помогать людям, но у меня тоже очень много есть забот. И эти заботы связаны с бизнесом. Есть заботы, которые связаны с началом нового бизнеса. И этого очень много в моей жизни. Мне некогда. Мне очень хочется помогать людям. Сейчас есть люди. Это Наталья Николаевна Замойская. Кстати, Наталью Николаевну искренне поздравляю с днем рождения. Сейчас очень хорошо она помогает. Огромное количество людей остаются довольными после того, когда общаются с ней по скайпу. Сегодня она сказала такие слова, которые вызвали у меня даже, наверное, скупую слезу. Это звучало так. Она мне сказала, Андрей Андреевич, огромное спасибо, что вы научили меня помогать людям. Оказывается, это очень приятно делать. Знаете, это очень-очень приятно слышать, потому что на самом деле только очень широкая душа человека может делать это безвозмездно. И невероятное желание человеку помогать людям позволяет по-настоящему этим людям помочь. Естественно, я поздравляю еще раз Наталью Николаевну с днем рождения. Вы можете к ней обращаться. Она действительно очень уникальный человек, обладает и паранормальными способностями, и знания психологии. Насколько я знаю, не выписывает какие-то обряды по 5000 долларов, которые должны убрать то, что ничего никто не убирает и так далее. То есть это человек, который честный, работает в формате нашей школы, нашей эзотерики. Знаете, это большое счастье найти именно такого человека. Сегодня я вам хочу презентовать еще одного человека. Его зовут Игорь Мачерин. Иди сюда, я его сейчас покажу. Это тот человек, который сейчас ведет группу «Целитель». Вы, наверное, ее уже нашли в Скайпе. Бери стульчик. Вы ее нашли уже в Скайпе. Это группа «Целитель». Видите, вот так выглядит этот человек. Красивый, молодой, женатый, счастливый. Выглядит хорошо, хотя начал переживать, начал потеть. Значит, вы можете обратиться к Игорю. Игорь – это тот человек, который сейчас будет организовывать Сангая. То есть это интерактивные вебинары, которые целиком посвящены развитию паранормальных способностей, элементам работы над собой. То есть он будет преподавать вот так по Скайпу Сангая. Это дыхательные циклы, циклы «Саман». Это йогу школы Кайлас с целью улучшения финансового положения, улучшения фортуны какой-то, в общем, улучшения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он закончил 7 ступеней школы Кайлас. Насколько я знаю, прошел абсолютно все семинары, которые есть в эзотерической школе. И просто очень хороший человек. Сейчас мы попробуем написать его Скайп. Вы можете к нему добавиться. Также у него есть группа «Целитель». Она есть в Фейсбуке. Его фамилия Игорь Мочаренко. Я сейчас вам напишу. Игорь. Игорь. Слушай, Жень, напиши. Игорь Мочаренко. Я хочу задать вам вопрос. У вас... Спасибо. Игорь Мочаренко. Я хочу задать вам вопрос. Этот вопрос звучит так. Вы прожили всю жизнь, сколько бы вам не было лет. И в этой жизни у вас было много денег, мало денег. Много счастья, мало счастья. Что-то происходило, не происходило. И вы не удовлетворены той жизнью, в которой вы находитесь. Сколько бы вы готовы были заплатить для того, чтобы это полностью все изменилось? И готовы были бы вы найти деньги для того, чтобы это купить? Вот очень риторический вопрос. Просто когда человек говорит, у меня нет возможности стать учеником первой ступени, я обычно задаю вопрос. Насколько ты готов изменить свою жизнь? Вот если готов сделать полную конвертацию на 100%, вот переключить этот тумблер навсегда и полностью изменить тот ужас или ту жизнь, в которой ты находишься. Вот сколько ты готов? Вообще, я когда-то говорил такие слова. Школу Кайлас нужно делать так, чтобы она была недоступной для обыкновенных людей. Почему? Потому что доступность школы Кайлас делает ее очень примитивной, понимаете? И сделать школу Кайлас доступной, это значит продавать ступени школы Кайлас по 1000 долларов. Почему? Потому что те люди, которые уже находятся на уровне зарабатывания денег, могут изменить свое качество внутреннее и увеличить у себя состояние и счастья, и фортуны, и желание жить, и желание к чему-то стремиться, и улучшить работоспособность и так далее. И людей на самом деле меньше не станет. Но я же это делал не для таких людей. Вы представляете, я провожу периодически семинары, которые проходят на кораблях на Мальдивских островах. Я провожу такие вебинары, которые... У меня есть люди, которые заказывают меня для осмотра своих детей. И я езжу в Америку или езжу куда-то там еще и осматриваю этих людей за невероятные деньги. У меня есть люди, которые готовы мне платить просто... Даже вслух страшно говорить, какие суммы для того, чтобы я работал с этим, с их бизнесом, или там для того, чтобы я им помогал. И вы мне, наверное, не поверите, но у меня абсолютно нет никаких проблем с моей клиентурой. Вообще. То есть количество людей, которые я могу обслужить, больше, вернее, количество людей, которые хотят ко мне обратиться и которые хотят, чтобы я им помог за суммы больше 10 тысяч долларов, больше, чем я могу обслуживать. Представляете? Можно ли на этом зарабатывать деньги? Вы меня смешите, потому что эзотерика, она под собой подразумевает богатство. Это естественно, потому что изменения... Помните, я говорил на первой ступени на семинаре «Эзотерика для бизнеса»? Я говорил, что духовность настоящая, она эквивалентна деньгам. Получается, чем духовнее человек становится, тем больше денег в его жизни появляется. Почему? Потому что он не завидует, потому что он направляет деньги, потому что ему не жалко. А ведь это быть немножечко более высокодуховным человеком. Он не злится на то, если у кого-то получается. У него нет жабы. Он верит, что у него завтра снова они появятся. Это уже вера в Бога. А вера – это значит быть ближе к Богу. И значит, вера – это и есть духовность. Таким образом, чем больше человек верит, тем больше у него денег. Представляете? Оказывается, вот так. Адрес группы «Целитель» подскажите. Пишите в Фейсбуке в поиске «Целитель». Я готова на 100%. Человек готов, ему ничего не мешает. Он должен сделать это просто и все. Андрей Андреевич, являясь Вашим учеником, прохожу первую ступень. Скажите, пожалуйста, какой шум нужно слушать, чтобы было более эффективно? Более эффективное для чего? Или что? Должна быть цель, что нужно? Скажите, пожалуйста, кнопка обретения духовной энергии, да, она соответствует. Это та же энергия, которая называется энергия психическая. И духовная, и психическая – одна и та же. Скажите, пожалуйста, могу я сделать документы российского гражданства? Живу тут пять лет, никак не получается решить вопрос. Не должен я это говорить. Я сейчас, когда буду говорить, сейчас, когда я буду говорить, этой не будет, то я хочу сделать сейчас предсказание. Через несколько лет страны, которая сейчас является, у которой есть элемент двуглавого орла, через пять-семь лет не будет существовать. Хотите вы мне это верить, хотите верить в это или не хотите, я это знаю наверняка. Вместо нее будут отдельные государства. Кто в этом виноват, не имеет значения. Тот, кто виноват или тот, кто прав, уже в дальнейшем не будет играть никакой роли. Как это произойдет? Автономно и быстро, в течение нескольких дней. Без революции, без войны и без кровопролития. Это произойдет быстро. И будут разные страны. Поэтому все идет к делению. И все идет по циклу 121 цикла, о котором говорили когда-то в тибетской астрологии. Мы дожились до того цикла, когда страны начали не соединяться, а делиться. И они будут делиться. Почему? Раньше можно было идеологии сохранить. Сейчас идеология не влияет на умы, потому что есть огромное количество информации. Я когда-то говорил, дети, рожденные с 1998 года по 2000 год, эти дети, которым будет 20 лет, 21 год, эти дети изменят мир. Они изменят его в сторону, при котором лжи не будет. Нельзя будет манипулировать людьми до того момента, пока есть люди, которые верят в манипуляции. Скоро вырастут те люди, которые в них не верят. Это люди, которые живут по принципу хиппи. Это люди, которых уже не устраивает формат государства, формат границ, формат националистических приоритетов. Вы что, до сих пор верите в фигню с национализмом? Это все полная ерунда. Полная. Не будет ни границ, ни национальностей, никаких идеологий. Они никому не нужны вообще. Кому нравится, тот еще играется. Это, вероятно, будоражит какие-то нереализованные сексуальные желания у человека. Знаете, но со временем этого не будет. Естественно, зачем же брать гражданство того, чего дальше не будет существовать? И я не хочу говорить, о какой стране я говорю. И никогда не скажу, потому что все и так понимают, о чем я говорю. Возможно, это будет народ Кайлас. Народ Кайлас будет всегда. А пенсию нам будут платить. Какую пенсию? Что с вами? Какую пенсию? Алло. Через 10 лет вы можете попрощаться с пенсией. Не будут платить пенсию тем, кто родился в 70-х годах и позже. Им уже платить пенсию не будут. Ни в Украине, ни в России. Никогда. Забудьте. Делайте все для того, чтобы не рассчитывать на эту пенсию. Вы можете мне не верить. Как в свое время я говорил с Крымом. Помните, я говорил когда-то, что Крым будет принадлежать другой стране, не России. Вы можете плевать меня сейчас и кидаться булочками. Я как говорил это, так и говорю. Не будет принадлежать. Понятно? Кому я говорил? Ищите этот вебинар, где говорил и слышите еще раз. Почему я это говорил? Ребята, я ни при чем. Я вообще маленький червячок, сидящий в Киеве, в этом плохом, маленьком, грязном мирке, в котором я нахожусь. Я испытываю удовольствие. У меня есть семья. Понимаете? Если мне что-то показывают, я это говорю, как попугай. Понимаете? Но я настолько мелочен и низок и не похож на Бога, что я не вдаюсь в подробности, почему это происходит. Почему? Мне показывают, я говорю, как попугай. А что это? Не знаю. Auf Wiedersehen. Знаете? То есть, почему это я делаю? Ну, где-то для меня это даже непонятно. Это как жить на подключении. Говорят, говорю. Не говорят, молчу. Конец. Андрей Андреевич, вибрация, дающая счастье, дает ментальную энергию. Там. Купила шумы, но не поняла, как слушать. Не вижу его. Понял. Освяжитесь с Евгением. А что будет с Евросоюзом? Будет существовать. Что будет с Америкой? Будет существовать. Объединятся ли страны? Объединятся. Когда они объединятся? Там, где будут объединяться, в другом месте будут разъединяться. Понятно? Если Африка объединится, все, что поверх Африки, рассоединится. Очень ключевую роль во всем сыграет Китай. Очень ключевую роль. Вообще, то, что мы считаем своим ярким плечом, окажется самым плохим плечом. России нужно бояться Китая. Так класс, что вы есть. Прохожу первую ступень, мне кажется, поперло. Так и есть. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не могу найти шум накопления психической энергии. Это шум, наверное, накопления духовной энергии. Насколько я знаю, есть именно шум накопления психической энергии. Он так и называется. Ищите, он есть. Посмотрите во всех файлах. Возможно, мы где-то его как-то... Он, по-моему, и должен называться. Шум накопления психической энергии. У мужа почтная недостаточность. Скажите, пожалуйста, можно ли это вылечить? Можно, можно вылечить. Да, и шумы слушать, и заказать ренокс, дать калий, содержащие препараты. Можно. А что будет с Украиной? Ну, то же, что и с Россией. О чем вы говорите? Андрей Андреевич, кто-то раньше, кто-то позже, знаете. Скажите, пожалуйста, пенсии не будет, конец. Расслабьтесь уже. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, на самом деле границ уже нет. Их уже нет. Они пока еще есть, но со временем даже это будет... Это как решетка, понимаете? Я очень часто не могу этого понять. Знаете, в стране, которая называется Арабские Эмираты, живет очень много людей. Точно такое же количество, как, допустим, в Российской Федерации. И при этом в этой стране люди, рождаясь, получают 1 миллион долларов. И даже в этой стране есть Министерство Счастья. Также у них палатаны все дороги. И в этом году, в 2016, Алифат Амир сказал, что людям отменят полностью стоимость бензина. И люди смогут заправлять свои автомобили абсолютно бесплатно и ездить на них сколько хотят. Также отменят налоги на автомобили. И они уже много десятков лет не платят ни за воду, ни за газ. Я еще не могу понять вообще. Они такие плохие, так они ненавидят своих людей, что у них дети рождаются, им кладут на карту 1 миллион долларов США. После этого они никогда не работают, еще и не платят газ, и их готовы бесплатно заправлять. За счет чего они живут? За счет той пустыни, из которой они берут нефть, но ее не делят между пацанами, а просто раздают людям, потому что они нашли в себе возможность быть честными. И после этого кому поддерживать свою страну, объясните. Или кто должен сражаться за свою страну? И кто должен зубами за нее цепляться и кричать, она моя? Я понимаю, если бы я родился и жил бы в Арабских Эмиратах, я бы цеплялся за зубами. А что вам дали ваши страны, не могу понять. Что вы за них зубами держитесь? Что они вам дали? А что? Пенсию? Но вы за это... Вы каждый день платите 20% НДС в продуктовых супермаркетах. Куда деваются эти деньги? Платите коммунальные платежи с этих пенсий? За что вы это все отдаете? И при этом говорите, что народ плохой? А при чем тут народ? Нужно говорить, правительство плохое, а они плохие. Народ при чем? При этом боитесь, что вас посадят? Боитесь, что вы не выйдете? Боитесь, что деньги заберут? Боитесь, что банки обанкротят? Боитесь, что пенсию перестанут платить? Ждете, что вам кто-то даст бесплатную медицину? И до сих пор верите в это? О чем вы говорите? Что оно вам дало? За что вы боретесь? Я не могу понять. Раньше хоть идея была, сейчас какая идея? О чем? Что? Кто лучше? Кто хуже? Ничего не могу понять. Вообще ничего не могу понять. А они-то при чем? Народ. Нас имеют, мы крепчаем, называется. Понимаете? То есть о чем вообще? Люди как с ума сошли. Они начинают. Наш лучший, наш. Кто лучший? Алло. Едьте в Абу-Даби или едьте в Дубаи, устраивайтесь работать за одну тысячу, я не знаю, там лир каких-то, не будете за газ, ни за свет, ни за воду и всю жизнь проживете в хороших условиях. Понимаете? Лучше переводчиком работать там. Понимаете? А здесь, хоть в одной стране начинаешь работать, если выходишь на режим больших денег, сразу же тебя заказывают в СБУ и отжимают у тебя бизнес. Понимаете? Это такая особенность. Ее придумали в Советском Союзе. То есть или у тебя бандиты отжимают, или взрослые. Что думаете, не отжимал никто никогда чего-то? Я просто человек, а два и ты, понимаете, мне все равно. Если меня заберут, ничего страшного, я еще сделаю. У меня совесть чистая, ради нее живу. Понимаете? Я человек свободы. То есть сегодня не нравится здесь, завтра уеду туда. Почему? С мозгами можно заработать всюду. Есть мозги и знания языков, все остальное приложится. Я точно так же свои 500 долларов заработаю хоть здесь, хоть в Германии, хоть еще где-то и 10 минут на это потрачу. А если я потрачу 10 часов, то это будет не 500 долларов, а 5 тысяч. А на 5 тысяч можно заработать. Что будет с Германией? Германия будет существовать. С Приморского края когда уезжать надо? Ребята, если вы хотите, чтобы я делал заявление, то, во-первых, нужно приложить к этому очень крупную сумму денег. И, во-вторых, не нужно меня компрометировать, чтобы после этого я отвечал за каждые свои слова. Я вам могу сказать, я совершенно психически больной человек. У меня есть бумажка, на ней есть подпись. Там написано «Дуйко, главврач выдал сам себе бумажку, подтверждающую, что болеет шизофренией давно». «Подпись моя, печать моя, написано на моей гербовой бумаге со мной, фотография я, лечи врач я». Понятно все. Поэтому не слушайте психически больных людей, живите своей жизнью, вы же умные. Андрей Андреевич, влияет ли положение Луны на хорошую фигуру? Положение Луны не влияет, а количество съеденной пищи влияет. Хорошую судьбу для прослушивания шумов. Луна не влияет ни на что. На фигуру влияет количество съеденной пищи, количество употребленного шоколада и сгущенного молока, количество просиженной попы. Я вам могу даже рассказать, чем больше человек сидит, тем больше жира откладывается в попе. Смотрите, руками шевелю, руки тонкие, попой не шевелю, попа шире. Чем удобнее и дольше сидишь, тем больше попа разрастается. Особенность, чем шире стул, тем больше попа. Хотите, чтобы у вас попа была меньше? Садитесь на неудобный стул, тогда она будет становиться меньше. Проверено. В Японии специально девочкам одевают маленькие туфельки и сажают на маленькие табуреточки. И когда я был в Айкинаве, я задал вопрос, да что же это у вас такое? Сесть не на что. Мне говорят, это чтобы попа не росла. Я говорю, да. И после этого обратил внимание, ни одной японки с большой попой. У всех вот такие. Почему? На такой табуреточке с большой не усидишь. И ни одного широкопопного человека. А у нас, конечно, если сидеть на трамплине в виде дивана, то, конечно, булочки растут. Естественно, ну и так занимаюсь, занимаюсь уже, вот руки поднимаю, поднимаю. И там, ну так, хоть ногами дергай тогда хоть чуть-чуть. Сколько руками, столько и ногами, понимаете. После этого человек говорит, не-не, я ж мало ем, я ем вообще чайной ложечкой. У меня была когда-то знакомая, она чайной ложечкой из маленькой чашечки съедала кастрюлю борща вечером. Просто она сидела перед телевизором, ела маленькой ложечкой, шла снова, набирала, снова ела маленькой ложечкой и после этого съедала целую кастрюлю. И потом не могла никак понять. Говорит, да что же это такое? Я ничего не ем уже. Вот с такой вот маленькой чашечкой ем борщ и все равно поправляюсь. Хотите, дам вам, хотите, дам вам, ну как бы свое, ну выложу свое мнение. Я вообще считаю, что когда человек поправляется, он злится. Злость является, поправление является элементом злости. Чем злобнее человек по отношению к себе, к своей семье, к окружающим, чем больше его драконят, тем больше и шире он становится. Нет, нет, человек полный и недобрый, человек полный и злой. Потому что каждый раз, когда он ест, он себя ненавидит. Потому что есть еще шизофрения полных и худых. Есть разница между мужчинами и женщинами. Худой мужчина смотрит на себя в зеркале, ему кажется, что перед ним стоит накачанный Илья Муромец. Ему кажется, что там, где позвоночник, у него мышцы. Там, где у него руки, у него гигантские мышцы. Что он такой крупный, большой, сильный. Женщина, наоборот, она может худой стоять перед зеркалом, и ей кажется, что с рук свишает жир, что у нее целлюлит на бедрах, и эти бедра необычно большого размера и так далее. Это психическое состояние восприятия женщины себя и мужчины себя. Женщинам кажется, что они худые, но им кажется, что они полные. Мужчинам кажется, что они худые, им кажется, что они такие крупные, накачанные и так далее. И это все вот аномалия, наверное, жизни. Дело в том, что не нужно обращать на это внимание. Очень часто женщина, она красочна и красива в том виде, в котором есть. Дело в том, что все зависит от того, как человек себя воспринимает. Он делает это так. Я во всех, я совершенно во всех качествах самая прекрасная, очаровательная, обаятельная женщина на земле. И после этого говорят, ну ты своей жопой тут зацепила. Вы говорите, кому не нравится моя жопа, у того нет совершенно никакого вкуса. Понятно. После этого... Моя дорогая. Скажите, я не знаю, как тебе, холостой, а мне с моими 15 мужьями каждому нравится. Понятно. Поэтому иди и кусай себе губы. Андрей Андреевич, скажите, скажите, будут ли какие-то сдвиги в личной жизни? Будут. Андрей Андреевич, не могу найти работу уже год. Как быть? Есть уже хочется. Когда найду? Пошли долги за квартиру. Это жутко неприятно. Ребята, вот я вам сейчас расскажу еще раз. Смотрите. Сегодня я говорил о партнерской программе. Я говорил, что она бесплатная. Хоть рубль сказал, что нужно заплатить за это. При этом я даже показал 530 долларов. Смотрите. И сказал даже, а если бы я 5 часов работал, то было бы денег больше. И было бы тогда 5000 долларов. Смотрите. Разве это не мотивация к тому, чтобы что-то делать? У меня племянник из Николаева заработал кучу денег уже на этом. Сегодня продал ступень. И прошлой неделе продал ступень. Итого получилось 2 ступени. В общей сложности заработал 180 долларов. В деревне, где он живет, эту сумму он зарабатывал на цементном заводе за месяц. И он говорит, а как же мне научиться быстрее? Я ему говорю, есть семинары, воркшоп, которые читает Андрей Ворошилов бесплатно. И в ютубе можно скачать. И Андрей Ворошилов, и там каких только нет. И СММ, и воркшоп, и там что угодно. Нет работы, сядь и смотри семинары. Найди складчик, скачай там в складчину бесплатно за 33 рубля. И после этого смотри и становись специалистом. У нас потребности, мы дизайнеры постоянно, и копирайтеры, и еще кто-то нужен. Но мы берем человека, который не умеет делать это, понимаете? Он умеет только держать. Ну говоришь, давай делай. Он говорит, обучите меня делать. Так зачем мне человек, которого я должен обучать? Я хочу, чтобы он пришел ко мне на работу и приносил мне деньги. Я не хочу продавца красивого человека, я хочу продавца, который умеет продавать. И я не должен его обучать продавать, он должен встать и продавать. Если он не умеет продавать, значит я ему не должен платить. Почему? Потому что специальность продавец заключается в том, что продавец умеет продавать. А продавец, не умеющий продавать, и говорит мне, Андрей Андреевич, научите меня продавать. Тогда ты не продавец, а тогда ты пришел, являясь охранником, а у меня уже охранник есть. И после этого говорю, я охрану не нанимал, ты или продавай, или уходи. И после этого человек обижается. Знаете, я так выгонял людей. Игорь, было такое? Помнишь, я пришел, говорю, сколько ты продала? Она говорит, у меня никто ничего не покупает. Я говорю, ты здесь стоишь, ты или ты, наверное, охранница. Она начала плакать. Я говорю, или корова. Ты помнишь, да? Она говорит, я сейчас уйду. Я говорю, давай, иди. Я говорю, ты или продаешь, или уходишь. Зачем ты мне нужна? Ты помнишь эту девочку? Я говорю, давай, свободно, ты мне не нужна. Ты меня обманула в итоге. Ты проела мой обед. Ты просидела в моем арендованном помещении. Ты... Из-за тебя я понес убытки, моя семья в итоге понесла убытки. Зачем ты мне? Иди отсюда. И ему, говорю, он тогда управлял. И мне говорю, давай, освобождаю ее отсюда, чтобы я ее больше не видел. И на следующий день пришел и говорю, уволил? Он говорит, уволил. Все, отлично. Почему? Мне нужен продавец. Я не хочу человека, который себя хорошо преподносит и умеет только держать. Я хочу, чтобы вот так делал, понимаете? Потому что я хочу, чтобы он был опытным. Мне не надо, мне некогда обучать. Я хочу зарабатывать деньги сейчас. Когда человек говорит, я не могу устроиться, то он говорит вот что. Говорит, я вообще бездарен, я ничего не умею делать. Я не умею. У меня есть свободное время, но мой мозг настолько отстает, что я даже не могу обучиться. Ложить кирпичи, цемент замешивать, штукатурить, рассылать объявления, заниматься воршопом. Я даже не могу. У меня нету идеи даже научиться чему-нибудь. Так это же естественно. Хороший столер хорошо имеет зарплату столера. У него всегда есть работа. А если ты не умеешь ничего делать, не развивайся. О какой работе? Кем ты должен работать? Что ты должен делать? Зачем ты вообще нужен? Естественно, когда человек ничего не умеет делать, сидит, играет в приставку и посмотрит, что ты умеешь делать? Умею готовить. А ты когда-нибудь обучался повару? Нет. А как ты умеешь готовить? Ну я же готовлю, думаю, картошку, я ее жарю. Отлично. А что ты умеешь еще делать? Ну я могу вообще управлять. А ты когда-нибудь кем-либо управлял? Нет. Образование есть управлять? Нет. А вообще что там? Ну я вообще инженер. Инженер чего? Ну там инженер водоканала, инженер выкачки чего-то или закачки куда-то. Ну отлично, действуй по специальности. Но такой специальности уже нет. Ну если нет такой специальности, значит надо какую-то приобрести. А приобрести сейчас как никогда очень легко. Как? Да блин. Можно устроиться за детьми досматривать высокая заработная плата. Не получается досматривать за одним, досматривай за тремя. Не получается за детьми устраивайся досматривать за престарелыми людьми. За престарелыми не получается, за психически больными смотри. Не получается в этой стране ездить в Италию, Грецию, Румынию, там будут платить больше. Не получается, учи язык, зачем, пригодится. Воркшопы сейчас интернет пестрит, и те нужны, и те, и сейчас продать можно все что угодно, и в ютубе, и в контакте, и в группах, и сейчас все продают, и аукционы делают, и какие-то там книжки старят, и бутылки, сейчас дети там, да капец. Там ребенок, ребенок сейчас лето не началось, ребенок купил холодильник, заказал мороженое, ему там в долг дали, договорился где-то в парке это все поставить, и сегодня уже за один день заработал 4 тысячи гривен, это сколько долларов? Потратил на это 10 тысяч гривен, сегодня заработал ребенку 16 лет. Я говорю, кто научил? Он говорит, теперь надо деньги, раз бизнес пошел, надо страшно вкладывать. Я говорю, о, понятно. Понимаете, почему? Потому что человек мозг включил. Андрей Андреевич, продам элеватор, продадите. Хочу заниматься партнерской программой, получится? Да. Да у всех получится, и надо заниматься. Для того, чтобы заниматься, нужно уметь. Для того, чтобы уметь, нужно пройти, как продвигать в Фейсбуке, чтобы вас не забанили, как продвигать в Гугл Плюс, чтобы вас не забанили, как продвигать... А что вы там продвигаете? У вас страница ВКонтакте, и вы пишете ссылка на семинар первой ступени, 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 ссылка на семинар первой ступени. Это что, страница, ссылка на семинар первой ступени, тогда почему написано Оле Иванова? А додуматься, сделать группы, сделать какое-то там приглашение, там я не знаю, там же целая куча функций, нет, человек думает, что он все знает, это ошибка, потому что этому нужно обучаться, всему нужно обучаться в нашей жизни, включите у себя желание обучаться, начните обучаться. У вас нет работы, можно пройти курсы логистов или логистики, складской быть, складским логистом, востребовательность 80% вообще в наших больших городах. Дальше, международной логистики, сумасшедшая востребованность в Москве, Санкт-Петербурге, в Киеве, там вот в больших странах, Одессе, в любой другой стране востребованность там невероятная. Можно стать брокером, декларантом, можно стать лаборантом, можно стать, вообще сейчас этого так много, и по-моему, так доступно сейчас зарабатывать деньги, как сейчас, просто такого не было никогда в мире. Раньше нужно было учиться 6 лет, сейчас 6 лет, там 5 лет, проходить какие-то еще там курсы, сейчас можно это делать за час. Нашел в поисковой системе, что люди покупают, значок какой-то, после этого в Китае заказал за 100 долларов, при этом сделал сайт или заказал этот сайт, при этом ссылку на сайт выложил в Фейсбуке, нашел целевую аудиторию, продетировал эту целевую аудиторию по своему району, своей области, после этого вложил туда 100 долларов, чтобы увидело это 5000 человек, и жди, когда они тебе начнут набирать конец. Боже, как легко оказывается. На спор, что вам продать? Сейчас прямо сделаю, за час будем продавать уже. Но это ж нужно все знать, а для того, чтобы знать, нужно знать, как сделать картинку, как нарезать видео, как-то же вы сюда пришли, согласитесь, то есть вы как-то это нашли, как, кто это сделал? Вы представляете, сайт Skylass in UA, я сделал от нечего делать. Как я это сделал? Что думаете, я в компьютере разбирался? Никогда. Я сделал это так. Скачал сначала учебник, он назывался «Изготовь сайт WordPress своими руками». После этого я почитал, на первой странице было написано «Купи себе доменное имя и выбери себе хостинг». После этого я в Википедии написал «Хостинг», почитал, что это такое, доменное имя, почитал, что это такое, и понял, что в это нужно раскошелиться, вложить целых 20 долларов. После этого внес еще раз, там было написано «В случае, если ты хочешь WordPress вот такой, тогда это бесплатно, если хочешь вот такой, тогда это платно, тогда я хочу вот такой». Заплатил еще там какое-то количество денег, и все, а дальше было сделано на протяжении одного месяца. Приходил я вечером с работы, тыкал пальцем, делал это и ставил, что плохой сайт получился. Если учесть, что ему уже там 6-7 лет, я его делал своими руками, я считаю, неплохо. Но зато я сейчас понимаю, что такое SEO-оптимизация. Почему? Мне нужно было его продвигать, я почитал книжки, что такое SEO-оптимизация. Понимаешь, такое семантическое ядро, метатеги, кей, эдвардсы и так далее. Я понимаю, что такое Google Аналитика, Яндекс, Директ, поиск ключевых слов. Я это все понимаю. Почему? Ну я же должен был обучаться. Но зачем мне это же врать? Я могу гланды вырезать, если надо. Вы понимаете, но это же как раз то, что называется человек эффективный в случае, если он повышает свою эффективность путем обучения себя. Естественно, сейчас это все в доступности вообще. И сейчас, как сейчас, не было доступно никогда, это вообще все доступно. Естественно, когда человеку говоришь, да блин, как это просто, в скайпе группу сделал, добавляй и делай. Человек говорит, надо же, я 6 лет не мог понять. Делаешь так, ага, 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 почему? Что ж так сложно все, что ж сложно так. Говоришь, 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 специально это проводишь, проводишь. Представляете, 2 недели подряд я говорю о психической энергии. На следующей неделе я буду говорить об этом, не буду говорить, люди будут писать. Андрей Андреевич, почему так получается? Одни читают мантры, у них не выходит, а у меня выходит. Посещаю все вебинары. Потому что одни люди умудряются слышать, а другие люди, к сожалению, умудряются. Ребята, я во время проведения вебинаров не являюсь человеком, который должен вам предсказывать будущее. Sorry. Если вы хотите, чтобы я вам предсказал будущее, вы должны заплатить мне деньги и после этого обращаться ко мне, как к гадалке. Сколько стоит моя услуга? Если вам надо предоставить информацию о вашем будущем, то вы должны либо быть учениками школы, прошедшими 7 ступеней, либо вы должны быть теми людьми, которые мне интересны, либо вы должны... А это невозможно сделать. Либо вы должны быть теми людьми, которые заплатят мне мою услугу. 15-20 минут такого разговора, я за это беру 100 баксов. Представляете? Поэтому построю удачно домик, 100 долларов, где там мой кошелек. Как говорил мой отец, настоящего мужчины, всегда должно быть в кошельке 100 долларов. Интересно, у него было когда-нибудь? Так, есть у меня 100 долларов. Если вы из Германии, тогда 100 евро. Понятно? И делайте так. Выйду ли я замуж? И делайте так. Я беру телефон, приходит 100 долларов. От кого? От Веры Петровой. Вера Петрова, здрасте. Я вас так уже люблю. Что вы хотите от меня? Я, Андрей Андреевич, хочу знать. Выйду я замуж, не выйду я замуж? Отлично. Тогда выйду, не выйду. Сейчас все предугадаем. А почему? Ну почему я должен это делать для вас вот так? Просто так. Ольга родила правнучку Афину. Я стала прабабушкой. Ура! Ура! Восхищаюсь в вашей детской непосредственно. Горжусь вами. Счастливо, что являюсь вашей ученицей. Скучаю, мечтаю о новых встречах. Очень-очень хорошие новости. Большое спасибо, что сказали Галя. Не находится шум для накопления психической энергии. Может, он называется по-другому. Духовной энергией, наверное. Андрей Андреевич, шум. Предсказание будущего. Запустит центр трансляции при хорошей психической энергии. Да, представляете. В этом-то и самая большая радость. Меня не слышит. И Андрей Андреевич тоже. Все-таки надеюсь, что услышит. На морской курс в 2016-м приехать смогу? Ну, как-то. Ладно, не буду вас обижать. Сможете приезжать. Верьте в то, что приедете, приедете. Вы понимаете? Андрей Андреевич, помогите мне, пожалуйста, заработать. Хорошо. Что я должен делать? Нет, человек просто говорит мне. Андрей Андреевич, помоги мне заработать. Хорошо. Теперь обучи меня. Хорошо. Теперь дай мне, чтобы я начал зарабатывать. Хорошо. Зачем ты мне вопрос? Я постоянно говорю, зачем ты мне? Что мне с этого? А после этого, когда я обучаю человека, я его научил. После этого я ему рассказал, как. И после этого этот человек делает так. Зарабатывает. И после этого говорит, ты мне не нужен. Я теперь зарабатывать могу сам без тебя. Вот у меня было так недавно с одним из моих партнеров. Когда я его взял на улице, то он не умел ничего делать. После этого я ему говорю, давай я заплачу деньги и куплю автопей программу. После этого я ему говорю, давай теперь я оплачу твое образование в интернете. А теперь давай я еще что-то сделаю для тебя. У тебя долги, давай я тебе помогу твои долги отдать. Ты хочешь машину, давай я тебе доплачу денег, и ты сможешь купить машину. Ты еще что-то хочешь, давай я тебе помогу. И после этого человек говорит, зачем ты мне? Я буду зарабатывать без тебя. Ты же меня научил. И после этого я говорю, нет, мой друг, ты просто что-то не понял. И после этого этого человека убрал. Почему? Потому что у кормушки должен находиться я. Почему? Я это для себя создавал. Естественно, после этого я обычно говорю, зачем мне кого-то обучать, если я могу найти свободно хорошего специалиста. И теперь мне нужно просто найти хорошего специалиста. вместо того, чтобы кого-то обучать. Андрей Андреевич, я очень хочу с вами работать. Отлично. Андрей Андреевич, я буду делать все, что угодно. А мне не надо все, что угодно. Я хочу, чтобы человек делал только то, что мне необходимо, и я его не обучал это делать. Это ж разумно. После этого. Как начать с вами работать? Как? В эзотерике? Легко. Проходите 7 ступеней, показываете свои яркие результаты. Поверьте мне, очень сложно работать со мной. Вот очень сложно. И пока таких людей, которые бы могли работать со мной ярко, я пока еще не увидел. Вот извините, что так приходится говорить. А очень бы хотелось. И я это говорил 3 года назад и 5 лет назад. Света свидетельству. Очень хочется найти людей, с которыми бы я начал работать. Но я их не вижу. Почему? Потому что я вновь и вновь говорю, что надо получать от жизни удовольствие. Испытывайте состояние радости. Накопляйте психическую энергию. Делайте так, чтобы она была. Показывайте свои результаты. Делайте что-то для школы. Становитесь умными людьми. Взрослейте. Отвечайте за свои слова. Не лгите себе, окружающим людям. Создавайте семью. Будьте тем человеком, на которого можно равняться. Делайте так, чтобы можно было вами восхищаться. И после этого я смотрю, и никто по пути не идет. После этого легче полежать, посмотреть старинные фильмы, деградировать в войне какой-то. После этого смотреть что-то в ютубе. После этого фильмы в свое свободное время. Сидеть, читать мантру. Ом мани хум хуле хум хуле хум. И после этого я не знаю, чем еще заниматься. И объяснять себе. Вот не получается, это же великий дуйко. У него получается и так далее. Сбывайте. Я седьмой ребенок в семье. И у меня жизнь была, наверное, тоже не самая лучшая. Знаете, а в общем-то такая же, как у всех. Когда стога огромные, слились в эпохи длинные. Не грела тело гречка. И каждый знал, почем она копеечка. То есть это то же самое, как и у всех. Но вы понимаете, вся особенность заключается в том, что я до конца не понимал. А потом начал понимать, что исполняются мечты, если есть радость у человека. Они исполняются. И это основная ключевая функция наша. Испытывает в жизни состояние радости. Делает так, чтобы чего-то хотелось. Представляете, прет. Ребенок скачет, прет. Жена любимая рядом прет. Я завидую сам себе. Потому что каждое утро и каждый вечер необычайное, внутреннее, невероятное состояние радости. И состояние, при котором мой мозг не пытается ни убегать, ни придумывать. Я живу, и мне радостно в настоящем моменте. Почему? Мне не приходится врать. Мне не приходится мечтать. Потому что все, что мне хочется, у меня есть сегодня. Понимаете, мне нравятся мои дети, нравится моя жена, нравятся те люди, которые рядом. Мне нравится так, как я живу, нравится мой офис, нравится, что я могу там что-то делать. Нравится там мое тело, нравится там то, чем я занимаюсь. Мне нравится. Мне нравится, и когда что-то меня удовлетворило, я стараюсь переключиться на что-то. И я это создаю, и создаю это годами. В 13-14 лет я впервые начал думать, из чего состоит зубная паста. В 20 лет я начал по чуть-чуть читать книги. До 30 лет я уже понимал, что такое пафодушки. И потому что появился интернет, можно было о чем-то почитать. В этом и прошлом году я изучал все темы, которые связаны с изготовлением мазей, кремов и так далее. И прочитал там на всех языках целую кучу литературы. Невероятное количество света знает, как это все происходило. И начал делать неплохо. Почему? Я могу вам сказать, себя считаю сейчас вот в этой области великолепным специалистом. Почему? Представляете, я научился. И когда я начал делать, я все классифицировал, и у меня получилось там классификации. Я понимаю, что нужно для чего. Я почитал, закупил какие-то там рефераты, которые писали там студенты, когда они обучались этому. Я теперь понимаю, что такое духи, лосьоны, вода. Я понимаю, как делать горячие, холодные, там еще нейтральные. Я знаю, что такое кислотность. Я понимаю, что добавляют. Я понимаю, что такое натрия, тетра-барбарат, понимаете. Я знаю, что и зачем, как вкладут поторж, зачем нужны воски. Что обозначает, какой ингредиент, что такое экстракты, каким образом экстракты делать. Что такое масляные экстракты, спиртовые. Зачем они добавляются и так далее. Я знаю, что такое пергидроли, гликогены. Я знаю, что такое фукагелия, гелия и так далее. Понимаете, я знаю, что такое сорбенты. Зачем нужны натуральные загустители, нужны ненатуральные. Что такое аристафлексы и так далее. Я это все понимаю. Природные консерванты, неприродные консерванты. Чем они отличаются. И сейчас у меня спросить, я могу прочитать вам 4-5-часовую лекцию сходу сейчас. Представляете, я смогу сказать под запись, какой пропорции, какой крем нужно делать. А их я уже знаю около 15 тысяч. И уже плевать или там переплюнуть невозможно будет. Почему? Потому что я и сегодня почитаю в этом направлении. Я прочитал все форумы, все ответы на все вопросы. Все просмотрел видео доступные, ютубовские, которые там были. Понимаете, я потратил на это время. Если учесть, что у меня дети, любимая жена, хорошая работа. И производственные вопросы, экономические, бизнес-вопросы, еще что-то. То сразу стоит время. Еще я каждый месяц создаю какой-то семинар, который достаточно глобален. Знаете? То после этого создает такой вопрос. Когда он это все успевает? Я это не успеваю, я это делаю стабильно. По 20 минут в туалете я распространяю информацию о том, что там у меня есть партнерская какая-то ссылка. То есть один раз в день утром, когда я сажусь на унитаз, я беру телефон, купил себе удобный, и в свои группы ставлю какие-то статьи. Когда все закончилось, я выхожу. На этом заканчивается моя работа по развитию партнерской программы. И сидя на унитазе 10 минут с утра, я умудряю зарабатывать месяц 500 долларов. Ура, товарищи! Отлично. Конечно, кто-то хочет сказать, но это же Дуйко, потому что у него все получается. Ну так накапливайте психическую энергию. Как я ее накапливаю? Я делаю так. Маруся, 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 где ты? Маруся. Она делает так. И падает в руки. Накапливаю психическую энергию. Я так же делал со своей Соней. Говорю, Соня, 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 Соня. Ага, точно. Каждого есть свои фишки накопления психической энергии. Я люблю есть. Я люблю спать. Я люблю и не есть, и не спать. Я люблю работать, потому что это возможность накопить. Я люблю слушать приятную музыку. Я люблю читать что-то. Понимаете? Это все накопление психической энергии. Это приятно. Я люблю выступать. Я люблю быть харизматичным. И люблю быть слабым. Я люблю быть артистом. Я люблю не быть артистом. Мне это все нравится. Когда мне говорит, Андрей Андреевич, да вы артист. Я говорю, не только. почему не надо так ограничивать меня почему потому что я артисты не только потому что я артист и театра и кино и балета понимаете а почему об этом никто не знает у меня такое было нас было что мы со светой даже чуть-чуть поругались потому что я говорил что так никто не танцует почему по-другому танцуют надо так андрей андреевич как вы относитесь к симарону я не отношусь к симарону я даже не он. Можно ли совмещать симарон для разогрева? Я ничего не могу понять эту практику. Воронка счастья, раз, два, три, прыгнули, ура, прет. О чем вы говорите? Какие воронки счастья? Кому там прет вообще? Этим несчастным женщинам, которые прыгают в эти воронки счастья? Какие это воронки удачи, воронки денег в этом симароне? Что-то в симароне работает, что-то не работает, тоже философия. Оно работает все, и от всех. Просто нужно понимать, что этим всем управляет энергия психическая. И в случае, если это есть, то чем бы вы не занимались, даже креститесь и спаси, сохрани, через психическую энергию срабатывать будет. А если ее нет, то и это не будет срабатывать, понимаете? Андрей Андреевич, я ИП. Отлично. Мне закрыться или я смогу сделать хороший бизнес? ИП это не бизнес вообще. Я знаете, сколько раз ИП? Наверное, раз 300. Уже с возраста, наверное, 17 с половиной, 18, как только ИПы начали появляться. И я был ИП, а в Украине был ФОПом. У меня общественные организации были и есть. И Игорь, как это называется? Не-не-не, а второе? Последняя часть. И там, что только не было у меня, знаете. И акционерное общество, я был владельцем. И, да, эко-медик. И корпорации. Укрбизнес-консалтинг уже без 2000. И директором сети ювелирных супермаркетов. И там, боже, что только не было, знаете. И свои супермаркеты я делал. И делал свои продуктовые магазины. Являлся девелопером очень крупной компании. И завозил мясо из Польши для Украины. И привозил, я не знаю, и велосипеды, и золото, и серебро из-за границы. И торговал одеждой и бюстгальтерами, и секонд-хендом. Делал сам сетевой бизнес. Я все время что-то делал, вы представляете? Что в этом плохого? Я в этом разбираюсь. Почему? Когда-то я был на семинаре, и во время проведения семинара один человек сказал мне умные слова. Я могу их вам повторить, хотя их повторяю все время. У меня было 10 тысяч долларов, я не знал, во что эти деньги вложить. Я подтянул руку и сказал, вы можете ответить мне на вопрос? Скажите, во что мне вложить 10 тысяч долларов, чтобы стать точно таким же богатым человеком, которым стали вы? И тогда он мне сказал очень нужные слова. Вложи эти деньги в свое образование, в свои мозги. И после этого я начал, я тогда жил в Харькове, ходить в этот техникум транспортный, где каждую неделю какие-то платные семинары проходили. И мне было все равно. Я изучал логистику, транспортную логистику, выступления, красноречия, там брокериджинг, там какие-то основные вопросы, там растаможки, таможни, там вот что про бухгалтерского учета. Я сейчас понимаю, как открыть физическую особу предприемца или ИП. Я могу сам сдать налоговый отчет, я могу сам проверить, потому что я знаю, как проводить аудит. Я могу сам проверить и полностью проаудировать свою собственную компанию. Я знаю, где можно забрать у меня деньги, где нельзя забрать, как это между собой стыкуется. Я понимаю, что такое логистика. Я знаю, какие документы заполняются при растаможке, затаможке, как груз очистить таможено. Каким образом? Я знаю всю последовательность всех документов. Я знаю, как сделать так, чтобы предприятие стало вместо БАДов, стало предприятием гомеопатическим или фармакологическим. Я знаю, какие документы. Вы представляете, это все знаю. Почему? Я знаю, что говорить, если придет ко мне проверка, потому что я в свое время проходил все абсолютно курсы, связанные с юриспруденцией и с контактом с этими проверками. Я знаю, что делать, если у меня отжимают бизнес. Игорь, было такое в нашей жизни? Что я тогда сказал? Вышел и говорю, идите отсюда, вы неинтересны. И после этого кричали, орали, вот так рвали телефон. Я говорю, дай трубку ему. После этого отдал трубку. Я говорю, ты хочешь, чтобы я тебе сказал что-то или не хочешь? Он говорит, хочу. Я говорю, иди ты. Я говорю, собрался и ушел, чтобы тебя не видел, дебил. После этого он говорит, ты даже не представляешь, кто я. Я вас сейчас... Я говорю, еще раз тебе или хватит одного раза? Я говорю, ты сейчас напал на меня. И завтрашнего дня все прокуратуры будут иметь видео и фотографию, как ты напал на меня. Понятно? Он говорит, да, еще посмотрим. Я говорю, хорошо. После этого прямо вечером я нанял своего адвоката, который написал во все инстанции. И после этого мне звонит начальник, который это все заказал. Он говорит, извините. Я говорю, нет, в письменной форме пиши мне на почту извинения. Понятно? Я буду издеваться. Я говорю, надо же какие-то связи, чтобы все... А где-то есть связи, и сами пойдем. Только он закладывает. Здравствуйте. Нам надо код, кто-то-то, кто-то, Андрей скажет. Вы такие, ну, а вы нас сплотнили. Не знаю, кто мы такие. Вы не сплотнили. И все. Я в санкции... А, все. И самое главное, что... Я дам вам ответ, вы поймите. Вы нас крутится на этих... Я говорю, должен с начальником связаться. Говорю, звони, у тебя телефон перед тобой. Я говорю, ты с начальником должен связаться. Я говорю, вы с начальником должны связаться. Так вот же у вас телефон. Наберите начальника, я подожду. Он такой звонит. Здесь товарищи пришли, они хотят узнать, да. Что-то нужно с этим делать. Я говорю, да или нет. Давай, нам что делать вообще? Говорит, все, все. Для вас вопрос решим. Вот заявление ваше. Сейчас начальнику схожу. Начальнику пришел, поставил подпись и отдал. До этого, чтобы вы понимали, в очереди просто к нему попасть, мы были 6588-ми. При этом просто зашли без всех, да, и решили все вопросы. Почему? Это люди придумали большое количество связей. Для того, чтобы кому-то зайти нужен кто-то. Да никогда этого не было. Ко всем заходили. В том числе и к губернатору города, и к губернатору области. Заходил вот так и говорил, что я буду сидеть, я никуда не тороплюсь. Пока он меня не примет, я буду сидеть на этом стуле. И буду петь песню. И после этого сидел и пел. В опале береза стояла, а я пойду березку заломаю. В опале березку заломаю. Или пел мантры. И так часами. Она говорит, а что вы делаете? Я говорю, жду. Я просто буддист, видите, лысый. Поэтому мне в это время надо два часа читать мантры. Она говорит, слушайте, не можете там читать? Я говорю, нет, я же жду. или там хорошую и после этого так вот сидел и говорю, боже, так хорошо у вас тепло можно водички попить тепло, на улице холодно, я завтра еще приду к вам я приду к вам, не переживайте я с вами познакомлюсь, вы теперь меня будете видеть и знать в лицо, все будет хорошо, и после этого сразу же пускали ко всем я заходил и говорил, что кто ты, я говорю, вообще никто а как ты, я говорю, вообще никак и все решалось и все открывалось, вы представляете и все давали, почему? правдивость и желание дает человеку все, что он захочет а трусость ограничивает человека, и все к министру пришел, представляете, я говорю ему возьми меня на работу к себе он говорит, да ты же вообще, кто ты такой ты сумасшедший я говорю, да возьмите мне, что вам жалко Я могу такое что-то одно придумать, что вы вообще будете в шоке. Он говорит, а что такое придумать? Я говорю, у вас сейчас свободный вход, я поставлю там стеклянную дверь и буду перед ней сидеть. Кто захочет к вам прийти, будет делать это через меня. Говорит, серьезно? Я говорю, да. Говорит, давай. Андрей Андреевич, что вы думаете о медитативных путешествиях в кристаллические пирамиды? Пирамиды света Архангела Михаила. Я считаю, что путешествия в медитативные кристаллические пирамиды света Архангела Михаила могут закончиться кристаллическими пирамидами психиатрической клиники имени Архангела Михаила. Они могут быть беспрецедентными по своей инициативности и безвозвратные, понимаете? Можно навсегда заблудиться в пирамидах Архангела Михаила. Так что уже ангелы будут помогать. Помните, есть фильм такой, когда на пирамиде сидел мужик и ел колбасу. И после этого психбольницы его забирали. Он говорил, надо же, ангелы. Смотрите, а то произойдет то же самое. Расскажите, пожалуйста, про суммы для обретения магической и колдовской силы. Чем они отличаются от накопления духовной энергии? Они дают возможность человеку... Вы понимаете, есть такая особенность. Накопить психическую энергию еще полбеды. Ее попробуй отдать. Это еще фишка уметь отдать ее. Накапливать это хорошо. А вот отдать для этого помогает как раз вот эта система, которая называется обретение магических способностей. Отдать тоже нужно иметь. Это еще, знаете, и накопить сложно, и отдать сложно. Это особенность. Это качество, которое нужно нарабатывать. Андрей Андреевич, у нас в Одессе есть ученики, которые исцеляют, говорят, что напрямую с вами советуются. Это правда. Я хочу купить ТФ. Они говорят, что через сайт неудобно, могут сами отправить мне. Можете общаться. Это мои люди. В скайпе очень много замойских Натальи, которые из них диагноз. Город, возраст, спасибо. Город Тула. Если свяжетесь с моей женой Софией, она у меня как жена в Фейсбуке и ВКонтакте, то она вам даст ссылочку на Наталью Замойскую. Она помогает. Андрей Андреевич, развивая торговый бизнес, получится ли ваша ученица? Конечно, у моих учеников всегда все получается без вариантов. Могу ли я подсказывать? Могу, знаете, столько раз подсказывал. Ну, практически каждый, ну, не каждый, но здесь есть люди, которые... Таня, подсказывал когда-то? Говорил, что нужно что-то делать? Говорил? Говорил, что... Я тебе даже мед принес когда-то. Говорю, на, ешь мед, иначе умрешь еще. Говорил, конец. Потому что мед — это единственное, что нейтрализует отравление от чеснока. Да, съел килограмм чеснока и чуть не умер. Я ждал-ждал, он говорит, все, уже, по-моему, конец. Я думаю, точно конец. Купил меда банку, ему принес, говорю, на, сейчас, при мне ложку съешь и все. Потому что в чесноке много цинка, а цинк аннулируется только если принимать калия. В меде калий. Получается антидот чеснока калий. Я ему купил меда, говорю, давай, при мне, ешь банку меда, еще и с орешками, потому что в орешках тоже калий. Говорю, ешь и все, и будешь здоров. Потом звонит, говорит, надо же, это эзотерика. Говорит, да. Здравствуйте, магия или совпадение. Могло ли кованое кольцо на правом указательном пальце убрать воспаление полиартрита за несколько часов? Да. Помните, я говорил, что кованое кольцо на палец убирает любое влияние. Очень часто организм воспринимает чужеродное влияние как элемент энергетики влияния на суставы. Кованое кольцо на указательный палец убирает. Действительно, кованое кольцо на указательный палец – это яркий признак мощнейшей эзотерики человека. Дело в том, что если у вас не хватает психической энергии, носите на указательном пальце правые руки кованое кольцо. Это очень ярко помогает. Очень ярко. Что вы думаете о компании Тиньши? Я думаю, что есть компания Тиньши. Итак, сегодня я хочу еще вам сделать презентацию. У нас презентация нескольких предметов. Я на каждом вебинаре буду делать презентацию нескольких предметов. Итак, первый предмет называется пурба с топориком, с символом кали, с топориком и сверху с пирамидкой в виде стрелы. Что дает? Если так делать один месяц хотя бы, то после этого у человека удаются любые проекты. Также у человека теряются неуспехи в бизнесе. И у него получается строить от тазобедренных костей и аж до стоп. Нужно приставить ноги замотанные, замотанные как бы ниткой, леской или веревкой. И нужно вот так вниз опускать и после этого вверх как бы разрезать. И вот так отбрасывать в левую и правую сторону вот эту пурбу. Также между ног нужно приставить дырку на уровне земли. И вот так вот такой вот штучкой нужно как бы зашить вот так эту дырочку и ее вот так затянуть. Тогда будет в жизни вести. Не будет психических отклонений и психических болезней. Можно ли это делать кому-то? Если топорик, то нити можно разрезать. Если вот такая штучка, видите, без топорика, то нити разрезать нельзя, но можно зашить то, что находится между ног, представляя будто дырка в земле. То есть если представить, будто дыра в земле и вы ее зашьете, то вы убираете влияние астральной энергии на вас. И после этого у вас жизнь улучшится в лучшую сторону. Это очень хорошо работает. Бессонницу убирает один раз. Везение привлекается, ну не знаю, там за неделю. В случае, если использовать зашивание, то лучше использовать игольчатую пурбу. В случае, если использовать или работать с людьми, можно использовать вот такую пурбу с мячом. Или же очень профессионально использовать пурбу, как я использую, видите, вот такую страшную. Видите? Но такая пурба, она очень дорого стоит, там от 300 долларов там и выше. При этом вот такую пурбу хранить дома ни в коем случае нельзя. Если вы ее направите на себя, мгновенно появляются панические атаки, депрессивные эпизоды. Но вот такой пурбой должен работать человек, который профессионально занимается работой с людьми. Особенно, если он видит негативные энергии в виде там гневных духов, там каких-то порч, проклятий и так далее. Вот такой пурбой. Вот такой, с крыльями. Здесь пурба, на ней нарисована Чигимо, богиня трехглавая, которая держит в руке меч. Ее мантры это... Просто если начинаешь говорить мантру Чигимо, ее нельзя прекращать говорить. Ее нужно обязательно договаривать до самого конца. Именно поэтому мне пришлось ее договорить. Поэтому, если вы ее не знаете до конца и будете прерываться, то тогда это нехорошо. Вот такие пурбы можно хранить дома на подоконнике, но делать так, чтобы угол этой пурбы никогда не был направлен на человека. Понятно? Никогда не был направлен. Если угол направлен на человека, то это очень сильно вредит человеку. Вот если я направлю себе там в голову или в глаз, то мгновенно в энергетическом поле и в физическом теле появляется энергетическая дыра. И после этого это место непременно будет болеть. Если направлять иголочкой на определенные места человеку, это является вредительством и черной магией. Делать это ни в коем случае нельзя. Ваджра. Ваджра. Что такое ваджра? Если у вас есть желания какие-то, то вы можете ваджу направить на свой лоб, говорить свои желания, тогда они быстро исполнятся. В случае, если вы хотите, чтобы у вас было здоровье хорошее, то читайте мантру и держите ваджу, чтобы она была горизонтально вдоль вашего тела. Если вы делаете вот так держите и после этого вот так, вот так держите и после этого вот так, вы автоматически открываете чакры. Понятно? Вот так и вот так. Вот так и вот так. Ну, раз, два. Если вы держите вот так, то это вы можете держать только на уровне шестой чакры, четвертой чакры и второй чакры. На всех остальных местах можно держать только так. Видите? На уровне, допустим, головы так. На уровне горла так. На уровне третьей чакры так. Таким образом, эта ваджра, она позволяет человеку увеличить количество психической энергии. Даже само держание ваджры в своей руке позволяет человеку увеличивать возможность накопления психической энергии. Что можно делать с ваджрой? Обычно ваджрой очищают места. Человек говорит, пусть мое сознание чистится, пусть мои глаза очистятся, пусть мой нос очистится от негативных запахов, пусть мой рот очистится от негативных слов, пусть мои уши очистятся от слуха негативных слов, которые будут не восприниматься, и пусть мои помыслы будут чистыми, пусть мои чувства будут чистыми. И после этого такую варжу кладет рядом с собой, не имеет значения как, но не перпендикулярно по отношению своего тела, а лучше вот так. И уже можно после этого заниматься энергетическими практиками. Таким образом, или держать ее в левой руке, если вы работаете на привлечение, и в правой руке, если на отдачу. Вот утро у вас начинается, держите ее просто в правой руке, вверх поднятой. Если у вас вечер, то держите ее уже не вот так, а держите ее уже вот так. Но лучше по направлению к себе. Таким образом, если вы утром занимаетесь, вот так можете держать. Если вечером и вот так можете держать, и вот так. Ничего страшного. Таким образом, само держание данной варжи позволяет человеку обрести состояние увеличенного сознания. Почему? Варжа — это ум. Таким образом, если человек держит варжу и является хранителем варжры, то тогда он должен к ней по-другому относиться. Каким образом? Варжу нужно освещать. Каким образом она освещается? Когда вы берете варжу или перед тем, как вы ее берете, вы должны ее осветить, поставить перед ней ритуальную ароматическую палочку и вот так перед ней поклониться. Таким образом, вы являетесь человеком, которому принадлежит варжа. Если она принадлежит вам, то она будет вам отдавать свою энергию. Если вы не проводите ритуал поклонения в варжи, то тогда она вам не принадлежит. Она принадлежит всему человечеству. Таким образом, если вы берете варжу, знайте, что к ней нужно относиться хорошо. Подержали, положили, поклонились. Взяли, подержали, положили, поклонились. Один раз в день или один раз в месяц поставили рядом с ней ароматическую палочку. Понятно? Несложно? Четки. Какие можно использовать четки? Я рекомендую новичкам не использовать четки, которые сделаны из камня. У меня очень красивые граненые точки сделаны из топаза настоящего, просверленного и на каждом из этих шариков 32 грани. Представляете, они очень тяжелые, но очень цокают. Если ими заниматься, здесь 108 бусинок. Они очень красивые и на солнце блестят, потому что сделаны из драгоценного камня. Делать такие четки обыкновенному человеку и носить обыкновенному человеку нельзя. В случае, если у человека есть плохие сны, страшные кошмары и тяжелые сны, в которых он погибает или видит какие-то признаки, то тогда ему нужно обязательно убрать такие четки от себя, потому что данные четки позволяют человеку соединяться с астральной энергией. Мне в моей жизни совершенно не хватает астральной энергии, потому что я человек какого-то там сознания, знаете, и мне иногда не хватает. Знаете, пирог очень вкусный и очень сладкий, но он был бы еще вкуснее, если его посолить. Таким образом, мои четки являются для меня элементом, при котором я могу себя подсолить, понимаете. Тогда я чувствую приближенность к человеку или приближенность к элементам горя человека и так далее. А в целом обыкновенному человеку они не нужны. Раньше я носил костяные четки, они работают еще более сильнее, чем вот такие хрустальные. Я считаю, что хрустальные четки и четки, сделанные из камня, человеку не подходят, если он не прошел хотя бы 5-6 ступеней. Какие я рекомендую? Я рекомендую использовать эссенцию четок, которые сделаны из смолы. Вот четки, которые сделаны из смолы, они сделаны из смолы дерева. Вот это янтарные четки, видите, они очень красивые. Янтар здесь такой очень красивый, мутный, они недорогие у нас эти четки. Вот такие четки нужно использовать всем, кто занимается целительством, также всем людям, которые пытаются там начать работать с собой. Я считаю, что самые лучшие четки, которые есть, это четки, сделанные из янтаря. Четки можно у нас приобрести, они достаточно недорого стоят. Вообще, четки из янтаря и из пластмассы самые лучшие. Из дерева четки тоже очень хорошие. Смотрите, это смола дерева, а вот и само дерево. Чем отличается смола от дерева? Дерево хорошо тем, что оно приобретает, ну оно такое нейтральное всегда. То есть, как бы ты с деревом ни работал, ты эти четки особо не ощущаешь. Но в случае, если брать янтарь, он мгновенно становится теплым. Как бы ты ни брал четки, которые сделаны из камня, они всегда холодные. Таким образом, холодная энергия – это энергия сатвическая. Теплая энергия – это энергия вожарная. Если вы ничего не достигли в жизни, тогда вам надо тепло. Если вы достигли, и вашей целью является оберегать, то тогда вам нужен холод. Видите? Вот я в жизни достиг. У меня есть семья, у меня есть имущество какое-то. Есть в жизни то, что можно уже защищать. Я использую холодные четки. Если у вас семьи нет, и у вас есть еще к чему стремиться, используйте четки или из смолы, или деревянные. Деревянные тоже неплохо. Также можно применять четки из косточек деревьев. Зачем нужны четки из косточек других деревьев? У костей есть особенность. Любая косточка, она умудряется накапливать в большом количестве психическую энергию, и она дополнительно дает вам психическую энергию. В случае, если есть такая необходимость. Вот это ваша психическая энергия, и здесь накапливаться не будет, какие бы четки не были. Но если косточка, то в косточке будет накапливаться. Если вам нужен идентификатор ваших четок, то вы можете использовать из косточки. Поэтому свои косточные вы уже никогда в жизни не спутаетесь с чужими, какие бы они ни были. Потому что косточка создает вашу персональную энергию, и потом, когда к ним привыкаешь, вот они становятся другими. У одних начинает косточка пахнуть, у свет, насколько я помню, даже потекла. Помнишь, ты использовала рудакшу, и у тебя рудакша даже потекла, жидкость из нее начала выделяться. Есть из косточек еще и символами аум. Я считаю, что использовать из косточек символами аум можно. Использовать деревянные можно, они могут быть разного цвета. Использовать костяные можно, они тоже подходят человеку. На первое время я рекомендую использовать янтарный или из косточек, понятно, из косточек деревьев. Или деревянные. Очень хорошие четки. Хрустальные пока использовать, считаю, не нужно. Существует вот такая штучка, она называется алтарный столик. Если ее открыть, то здесь видно три божества, которые дают человеку деньги. Их тут не три, а четыре. Замбала отклеился. Это четыре божества, которые дают человеку деньги. Специальный ключ, который открывает все двери человеку. Специальный талисман в виде вот таких ножек, которые позволяют человеку проложить дорожку, куда бы он не захотел. А также священные символы ступа денег из золота. Специальная монета достижения всего в жизни. Специальная монета достижения или обретения семьи. Черепаха как символ старания. Ракушка как символ благополучия и богатства. Улитка как символ завихрения и денег. И мускатный орех, вот здесь вот он приклеил, приклеен, как символ убирания любого невезения, связанного с завистью или влиянием. Что нужно вот с этим делать? Один раз в день открываете, кланяетесь перед такой штучкой и зажигаете ароматическую палочку. И после этого какое-то время смотрите на это все. И когда чуть-чуть погорела ароматическая палочка, а вы это понюхали, еще раз поклонили, закрыли и до следующего дня. Что это дает? Дает привлечение в жизнь материального благополучия. Называется алтарный столик. Красиво? Сколько денег стоит? Понятия не имею. Обращайтесь с этими словами к Александру Сущенко или Евгению Дуйку. Также расскажу немножко об ароматических палочках, которые у нас есть. Ароматические палочки. Палочка, которая очищает пространство, называется она по-другому Сайдархан. Помните, я говорил когда-то на первой ступени, палочки Сайдархан очищают пространство. Даже само зажигание палочки уже очищает пространство. Но вам надо очистить пространство и заполнить его энергией денег. Самая лучшая энергия, которая создается, создается за счет палочек с запахами пачули. Палочка с запахами пачули Галока. Она имеет пирамидальную форму. О, запах пахнет мной. Дальше пачули на бамбуке и пачули без бамбука. Таким образом вы можете заказывать себе палочки. Я считаю, что очень интересный вебинар под запись. Я его запишу и объясню, каким образом палочками ароматическими можно лечить другого человека. И как избавлять человека от психических заболеваний, используя воскуривание определенных палочек. Я хочу связать этот семинар с семинаром восстановления зрения при помощи методов работы с огнем. Я буду рассказывать, как двигать лицом над пламенем свечи и глазами. И делать так, чтобы глаза полностью восстанавливались. Ужас какой, да? Я до конца не решил еще, нужно это давать или нет. Тем не менее могу сказать, что данная практика является ключевой в ходе лечения человека. И он говорил, что только огнем можно вылечить глаукому, катаракту, помутнение хрусталика, близорукость и так далее. И он объяснял это вот, чем он говорил. Глаза имеют одно качество, качество огня. И лечить глаза можно только качеством огня и самим огнем. И вы знаете, он был прав. Он был прав. Если выполнять практики, как я буду показывать, на это практики, связанные как раз с огненной энергией, золотой фольгой и так далее, монетками, я буду показывать, как это использовать, можно вылечить. Также он говорил, что есть символы огня, есть определенные травы огня. И этими травами и символами огня можно лечить человека. Кто сейчас ответит, какое качество огня является нашим вкусовым качеством, тому я подарю от себя подарок. И это будет подарок костяные четки. Ладно. Golden Prash. Тому я подарю Golden Prash и отправлю. Вопрос такой. Вот смотрите, я вам сейчас объясню. Наш запах имеет качество металл. Качество металл имеет вкус. Вкус металла – это вкус… Кто знает какой? Это вкус чеснока и лука острый. Ладно, я отвечу, никто не знает. Оказывается, огонь имеет вкус сладкий. Поэтому тибетцы говорили, что огонь, он имеет вкус сладкий. И считается, что мед и считается, что сахар имеют качество огня. Именно поэтому, если огонь приложить к глазам, то тогда человек будет выздоравливать. Так в Аюрведе человеку льют на глаза мед, для того, чтобы вылечить ему глаза. И в нашей традиционной медицине, нетрадиционной, наверное, медицинской, в этой старославянской, наверное, можно сказать, медицине, человеку намазывают глаза обыкновенным порошком из молотого сахара. Вы представляете, есть такие препараты, которые мы сейчас покупаем, там, как он называется, марджун, капли для глаз. Они целиком состоят у джала, марджун, это капли для глаз. И они имеют в форме свои концентрированный сахарный сироп, который делают из растения мла. И получается, они именно вот этим сиропом, мы закапываем себе глаза. И, как показала практика, действительно это помогает, если человек это делает. Тем не менее, капли каплями существуют эзотерические методы восстановления зрения. Я один из элементов этого метода давал, это когда возле лопаток сзади спины представляешь огненный шар, тогда зрение восстанавливается. Вот этих методов дам около 30-40. И хотел бы, наверное, дать отдельный вебинар, который называется «Улучшение зрения при помощи эзотерики». Я считаю, это может быть интересно. Могу вам сказать и расстроить методы, которые дает уважаемый господин Довлатов с элементами натирания глаз, там, опусканием лица в холодную воду, открывания глаз в холодной воде, а также обмывания глаз, а также движениями глазами в разные стороны не только не улучшит состояние, ухудшит. Почему? Дело в том, что они говорили, что если у человека есть проблемы с глазами, то ни в коем случае туда нельзя лить воду, а уж тем более открывать в воде. Ухудшает состояние. Потому что вода, как известно, ухудшает состояние огня. Понятно? А уже все остальное может поддерживать. И что же или чем же можно лечить? Вы представляете, то, чем может огонь разгореться. Поэтому они говорили, что разные формы деревьев, разные формы коры, они помогают человеку лечиться. Как тибетцы объясняли это? Они говорили, для того, чтобы огонь разгорелся, насыпь в этот огонь дров. Каким образом? Сделай из этих дров завар. Каким образом? А ну-ка скажите, если приложить дубовую кору или ее заварить густо и закапать в глаза, то лечит конъюнхтивит? Ну да. Вы представляете? Вот почему они лечили глаза деревяшками. Понятно? Это... Конечно, корень аира использует. Использует все, что хорошо горит. Они говорили, чем лучше горит кора или чем лучше горит дерево, тем быстрее можно вылечить глаз. Потому что приложив это к глазу, глаз заберет это и разожжет там огонь. Но дома сами ничего не придумывайте. Дождитесь уже, когда я дам этот семинар. Он интереснее, если я расскажу. Я расскажу, как заговорить пятачки и на 20 минут приложить их к глазам. Расскажу, как разжевать, черный хлеб посолить и приложить к глазам, и как там это все лечить можно. Какие заговоры есть? Ну, не заговоры, наверное, а тибетские все-таки мантры, которые помогают это сделать. Без аналогов и без повторений. И посмотрим, через год обязательно кто-то начнет об этом рассказывать. Чайная заварка. Конечно, чайная заварка. Чай хорошо горит, ничего как, особенно сушеный. А чайную заварку используют только из черного чая, вы представляете. Ну что, бабушка моя лечила глаза сахаром, засыпала сахарной пудрой. Конечно, так и есть. Четкие загады можно использовать? Нет. Четкие загады открывают астральные поля, и у человека появляется невезение. Все, на сегодняшний день такой великолепный вебинар закончен. Я считаю, что он удался. Желаю всем успеха. До свидания. Хочу еще раз напомнить о том, что у нас проводятся морские курсы. Наш морской курс будет в этом году начинаться 15-го, 4-го июля и до 24-го августа. Он будет у нас проходить в Крыму, Крымской области. Он будет проходить в поселке Рыбачье. Для того, чтобы попасть на морской курс, вам нужно обязательно подать нам заявку. Объясню, почему. Есть такие туры, на которые уже все билеты раскуплены. Поэтому обязательно старайтесь подать ваши... Также у нас практически на все уже есть... Ну, нет уже свободных мест, но вы можете еще постараться попасть, потому что кто не оплатил, тот может там немножечко пролетать. Ну, я не знаю, что там в общем происходит. Старайтесь, старайтесь все-таки попасть. Что будет на морском курсе? Утром мы будем работать убирать заболевания, вечером мы будем работать накапливать энергии, ясновидение, снознание, снослышание. Также во время этих морских курсов я буду каждый день, ну, поделю людей на определенное количество людей и буду каждый день в обед ставить позвоночник. То есть, каждый уедет со здоровым позвоночком. Вот, и я сделаю так, чтобы у вас позвоночники работали хорошо. И у вас в дальнейшем уже вопросы с позвоночниками не возникнут. Проверено всеми причем. Таня, болит позвоночник? Я вам ставил? Болит позвоночник? Сегодня пришел, сегодня приходил мужчина, который показал сегодня анализы. Как известно, гепатиты не вылечиваются. Да? Вы лечиваются. У нас есть доказательства не одного человека, а около сотни человек. Когда человек принимает препараты, лечится, потом заканчивает, сдает анализы и приносит, и там в анализы гепатита нет. Поэтому у нас есть такие препараты, которые могут лечить гепатит. Понятно? Какой? Все виды. Есть у нас уже примеры лечения гепатита С с полным выздоровлением, лечения гепатита Б с полным выздоровлением. Понятно? Полностью. Поэтому если вы болеете, то можно. Сколько нужно внести предоплату? Ребята, не ко мне, пожалуйста. Андрей Андреевич, можно пить соду по умывайкину. Я противник пяти соды по умывайкину. Конечно же, вы можете читать и слушать все, что угодно. Дело в том, что сода может формировать оксид соды, после этого формировать камни уратно, оксалатно, там еще какие-то кальцио-фосфорные соединения. Это все может вырастать в виде вот этой соды у вас в почках, и потом что делать с этими почками, неизвестно. Не играйтесь с почками. Это один из самых уязвимых органов. Мы все равно со старостью теряем деятельность своих почек, и ничего с этим сделать нельзя. Почки – это вода. Вода – это внутренняя молодость. Чем лучше у человека работают почки, тем лучше человек выглядит. Люди мгновенно стареют, если с почками проявляется беда. С печенью еще можно долго жить. С плохими почками долго не поживешь. Все, до свидания. Желаю вам успехов и счастья. Четкий из речного жемчуга – супер. До свидания. Ура!